Всем привет, кто записи смотрит. Если у вас практика идет пока и вообще результаты вас полностью не удовлетворяют, то есть, во-первых, вы делаете задания, держите ли вы их во внимании, это раз. И кто-то вчера писал тоже в чате, кто-то написал, делайте, делайте. И когда вот все делаете, что там в задании, начинается трансформация, начинается буквально меняться восприятие. Поэтому на это обратите внимание. Если у вас результаты не идут, что-то не меняется, ваше намерение на ретрит не реализовывается, вообще дайте себе отчет. Вы держите задание перед вниманием, делаете ли то, что там написано или нет. Это раз. Второе. На живом ретрите, когда первый раз люди приходят, я им обычно говорю уже так ближе к концу, что с первого раза, ну, вам так или иначе удается 5 или 10 процентов уловить из того, что, ну, суть саму уловить на 5, на 10 процентов. Вот и уже люди, когда приходят там второй, третий раз, обычно спрашивают так, а ты это в прошлый раз говорил? Это что-то как-то мы по-новому слышим. Это ты в прошлый раз говорил или это что-то новое? То есть по-новому суть и информация раскрывается с каждым разом глубже, глубже, глубже. Поэтому, ну, вы в любом случае всегда можете пересматривать, у вас эти записи есть в YouTube записанные, так что можете всегда возвращаться и смотреть. Ну, или когда будет следующий ретрит, подключаться и двигаться снова. Кроме того, еще есть такая возможность это обратиться за помощью команды. Они могут вас тоже провести точечно по вашему запросу, эти причины в прошлом, перепрожить ее, пересмотреть и в результате этого тоже быстрее будет меняться. Кроме того, планы. Смотрите, еще будет в этот четверг и воскресенье. В четверг будут планы, а в воскресенье, скорее всего, будет в Носсис. Это очень крутой процесс. Мы его не проводили раньше в онлайне. Сейчас третий раз это будет в онлайне. Ну, результаты очень классные. Носсис – это опыт целостного восприятия. То есть то, что иногда называют сатери, с амацией. И сам процесс направлен на то, чтобы выгрузить, быстро расстождествиться с разными формами в интеллекте и увидеть действительность напрямую, себя осознать напрямую. Для Носсиса там чат ограничен до 100 человек. Поэтому обычно все равно до 100 человек, я думаю, что мы вложимся. Носсис будет в воскресенье в 10 утра. Что ориентируйтесь, смотрите. И в четверг тоже еще были планы. Тоже подключайтесь в 8 вечера. Там я напишу. Так, есть. Это третий глубже, чем первый открывается. Так, хорошо. Так что делайте практику. Делайте практику. Держите задание перед вниманием буквально. Непонятно – спрашивайте. Спрашивайте в чате. У меня в чате тоже спрашивайте. Как вот эту практику делать? Для того, чтобы результаты были доносить. Теперь, сегодня тема «Свое место». «Свое место» системно. Сейчас так начнем с вами с диалога. С такого, как бы, с диалога, а с интерактивом взаимодействия. Включайте камеры, кто без камер. Если у вас нет возможности смотреть полностью, как-то быть включены по какой-то причине, лучше тогда в записи смотрите. Для чего? Для того, чтобы у вас не было такого сложного восприятия, чтобы вы эту тему уже услышали. Вот, на самом деле, вы ее в полуха слушали еще меньше и не уловили сути. Но у вас, как бы, галочка, может быть, что вы это знаете. Подключайтесь с камерами. Так, сегодня тема «Свое место». Давайте к вам вопрос. Есть ли у кого-то сопротивление системе или непринятие системы «бунт против системы». Вот как-то так вот. Ну, вот вижу Алексей там машет рукой. Ну, это как больше такое бунтарство против системы. Вот так вот нужно... Смотрите. Кроме Алексея еще кто-то есть? Поднимите руки, помашите. Вижу, виталии. Да, вижу, вижу. Ну, ага, ну, есть, есть. Немного есть. Было раньше, сейчас спокойнее. Но думаю, немного есть. А теперь, смотрите. Еще раз быстренько продвижимся по возрастной психологии. И посмотрим, как, в каком возрасте психика наша реагирует привычно. Ну, в детстве, в основном, хотя у Добрыни, немного, немного, там, где-то с двух лет, два с половиной, вот был такой процесс, период, когда он все время говорил «нет, нет, нет, нет». Ну, то есть у него там формировался, начало формироваться. И он все время «нет, нет, нет, нет». На что мы говорим, он все время «нет». Потом вдруг «да», пошло «да». Вот, ну, это даже не назовешь пока бунтарством. Это был такой вообще очень-очень детский процесс. Сейчас, нет, не могу сказать, что у него есть бунтарство. Все-таки в детстве больше другой какой-то процесс. То есть он может или капризничать, или... Больше это на капризы похоже, чем на бунтарство. Вот, или послушно, или, ну, делая то, что мы говорим. И ответственности в детстве, конечно, ну, в таком плане, что-то сделать, немного. Теперь, если говорить про подростковый выбор. Ну, тут как раз бунтарство и больше проявляется, особенно, когда родители сами не очень ответственны, не чувствуют, не слышат внутренне, что действительно подростку сейчас, в данный момент, какая его потребность, как ее удовлетворить, закрыть. В подростковом возрасте бунтарство как раз активно проявляется. Когда начинает происходить сепарация, когда и так вот эго понемногу так в гордыню переходит. Это обычно так может выражаться, я лучше знаю, я лучше знаю, вот не надо мне советы, я сам разберусь, там, и так далее. И если что-то хотите сделать, а взрослые, в подростковом возрасте сейчас, а взрослые запрещают или как-то это не поощряют, или не поддерживают, то в этом возрасте это обычно делается тихоря, да? То есть, чтобы взрослые не узнали. Есть такое? Вот, и теперь взрослая психика. Ну, то есть бунтарство и вот такое проявление – это подростковое. Да, это видно? Потому что взрослая, как психика взаимодействует? Вообще, как действует взрослая психика? Берет и делает. То есть взрослая, человек взрослая психика берет и делает то, что ему, ну, то, что он чувствует, то, что чувствует по отклику, или чувствует в чем его ответственность, он берет и делает. Потому что взрослая психика, во-первых, ответственная, самодостаточная, самостоятельная и реализованная, так нельзя сказать, что уже полностью реализованная, ну, в процессе реализации полной. Вот, и эта вот самодостаточность, ответственность, она не на 50%, не на 60%. То есть взрослая психика это на 100% ответственность, самодостаточная реализующаяся психика. Так или нет? Так, читай, чат быстренько. Система не дает делать чаще, чем Смотрите, теперь еще раз Таня пишет Система не дает делать Мы сейчас берем взаимодействие с системой и исследуем, как взаимодействуют с системой детская, подростковая и взрослая психика. То же самое, как взаимодействие с родителями. Потому что пока мы находимся, психика наша находится в детском или подростковом состоянии, то мы взаимодействуем с системой, как с родительской системой. Обратите на это внимание, прям сейчас поисследуйте, посмотрите. Система там дает какие-то запреты или указания, может быть, наказывает там и так далее. То есть вот так взаимодействие идет. И еще раз, по возрастам. Дает, не дает система. Вот именно и восприятие такое, что система не дает, а я все равно там буду как-то вруктовать и не делать. Ну, для детской понятно, тут просто или жертва, или каприз, вот, или просто быть послужным. Подростковая психика. Вот тоже, ну, или делает так, как система или родительская система предлагает или навязывает. Или бунтует. Бунтует или сопротивляется. И тут вот может быть такое восприятие, что система дает или не дает что-то. И следующий момент. Когда уже психика взрослая? Смотрите, как тут? Когда это не 50%, не 70% самостоятельное, самодостаточное, а 100% самостоятельное? Может ли быть тут восприятие, что система что-то не дает? Я сейчас смотрю на вашу реакцию, на ваши... Может такое быть? Во взрослой психике? Не может. Нет, это уже там другое самое дело. Не может, нет. Психика ваша самостоятельная. Самостоятельная. То есть это для вас становится задачей. Если вам что-то необходимо сделать, ну, а система как-то там по-другому, это становится для вас задачей. Понятно, что в моменте по обстоятельствам вы действуете, но это становится для вас задачей. Как это сделать? Понятна разница? Смотря какая страна. Сейчас мы не берем какая страна. Мы сейчас берем на уровне, как на уровне сути, там внутри процесса идут. В первую очередь процессы, которые идут внутри нашей психики. За то, что ты хочешь, тут наказывают. Татьяна, это что? Смотрите, наказывают. Наказывают. Кого можно наказать? Вообще это ребенка, да, ребенка наказывают. Я вам примеры попривожу со своей жизнью, как когда я эту тему прямо исследовал практически, ну, такой период, когда это практически исследовал. Ребенка. Ребенка наказывают. Это взаимодействие. Это восприятие ребенка наказывают. Это понятно? Так, Алина пишет. Я не чувствую, что ребенка можно наказывать. Вопрос не в том, что там можно, не можно. Понятно, что мы тоже своих детей там не наказываем. Вот. Но само этот термин, слово и суть этого слова она в детской психике. То есть к этому нужно спориться. Сейчас об этом не буду говорить. Ну, может, чуть позже скажу. Теперь, для того, чтобы в системе реализовываться, необходимо быть в взрослой психике. Это первое. Это то, что мы до этого выращивали, ну, исследовали, как вы, как психику, как перейти в состояние, когда мы взрослого. А это первое, что, какой один из первых признаков? Это то, что вы присутствуете здесь и сейчас. Помните? Это первый из признаков, что вы взрослой психике, что вы присутствующие здесь и сейчас. Второе, что тут с системой. Теперь вы можете увидеть, что бунтарство, вот, или там непринятие, или прятаться, или что-либо еще в таком духе, что происходит обычно из подростковой психики. Эффективно или нет для реализации в системе? Неэффективно. Ну, в детскую сейчас не говорю, потому что там вообще зависимость от системы полная. Хочешь ты или не хочешь, бунтуешь, не бунтуешь, там полностью зависит. И только во взрослой, ну, во взрослой психике. И следующее, там уже психика, когда в состоянии мудрого. Вот. Ну, там уже другое тоже взаимодействие системы, там уже психика, или так можно сказать, что вы уже реализовались, вот, и вы уже просто уже к вам приходят и обращаются за какими-то советами или как-то за мудростью, получить у вас мудрость. Но вы уже в процессе реализации у вас практически и завершился. Поэтому, так как сейчас мы здесь не любите все в возрасте, когда нам необходимо реализовываться, ну, потребность в реализации есть, то будем сейчас это рассматривать. поэтому для того, чтобы было, можно было реализовываться, тут надо вот эту уловить, вот этот момент, что нам необходимо быть во взрослой психике. То есть, если есть бунтарство, мы попадаем в подростковую, мы в подростковой психике, и тут реализации все равно полной нет. Мы просто так видим специфически из подростковой психики. А для взрослых это просто задача. Теперь, чтобы эту задачу вот как-то больше разобрать, я последнее время называю это, ну, это как квест проходить. То есть, для взрослых, ну, так, аналогия такая. То есть, вы взрослой психики, у вас есть задача, даже если система это не, ну, условно, не, в системе есть какие-то законы или какие-то правила, которые, то, что вы хотите сделать, как-то ограничивает, вот, но у вас есть задача, внутренняя реализация в этом. Ну, типа, тогда у вас квест заключается в том, а как же тогда в этой системе, где пока действуют эти ограничения, реализовать то, что вы хотите, то, что вы чувствуете. Понятно? Это раз. Второе. Соедините наблюдатель ощущения я. Я есть. и посмотрите, и почувствуйте, посмотрите вообще на окружающее вас пространство, на вот эту матрицу. Ну, пока, пусть это будет не какое-то интеллектуальное, элементальное, такое, старое, из восприятия старого, восприятия матрицы, а вот просто окружающее вас пространство. то, что иногда мы называем матрицей. Я и наблюдатель. Соедините. Просто сейчас посмотрите. Вот это вы, я к вам обращаюсь, тебе, точнее, к тебе обращаюсь. Ты пришел сюда реализовываться в чем? В этом пространстве матричном или или нет? Свят пишет внутренним. Матрица отдельно, я отдельно. Вроде нет. По-разному нет. А где во внутреннем? Давайте сейчас вообще посмотрим. Жизнь. Хорошо. А теперь немного вам покажу, как жизнь, как она вообще из чего у нас состоит. В том числе понятно, что Лена пишет матрица. Сегодня будет у нас тема про системы. и сначала я вам расскажу свойства системы, а потом как в этих системах ориентироваться, как в этой матрице ориентироваться. И сейчас я вам хочу показать, что все в этой матрице, то, что мы называем жизнью, состоит из систем. Давайте с тела начнем. Смотрите на свое тело. Это физическое. Это система. Система. Тело состоит из систем. Нервная система. Как что там? Пищеварительная система. Кровеносная система. и так далее. все системы. Да? Понятно? Государство система. Система. Род, семья система. Система. Ваше там взаимодействие с партнером. Это система. Если вы так сейчас посмотрите, то видите, что все вот это жизнь, то, что мы называем жизнь, она состоит из систем. Ваша квартира, ваш дом система. Внутри вашего дома все состоит из систем. Отопительная система. Водоснабжение система. Поставка электричества это все система. Интернет система. Сейчас мы с вами взаимодействуем. Система. То есть все состоит из систем. Теперь вопрос. Вы пришли реализовываться где? Как бы вне системы или все равно ваши действия и реализация происходит в системах? Кажется, не будет систем, будет хаос. Если система живая, если система живая или не живая, Татьяна, сейчас мы увидим. Государство, семья, отношения, да. Система. Система. То есть мы реализовываемся в матрице. Так или нет? Смотрите сейчас прямо. Так или иначе туда не пойдешь везде система какая-то. Я сейчас не говорю про систему только государственную. Когда вначале я спрашивал у вас у кого-то есть бунт против системы. В основном это имелось в виду государственное. Но если так чуть по-другому посмотреть, мы можем против матрицы. Но мы здесь реализовываемся в этом. Понятно сейчас? мы реализовываемся в этом. И сейчас я вам там еще некоторые моменты включить. Тогда вопрос не в том, чтобы как бороться с системой или бунтовать против ее, а как реализоваться в ней. То есть как ее использовать и вообще ориентироваться в матрице в системе для того, чтобы реализовать свое предназначение здесь и получить опыт. получить опыт и обрести мудрость души. Алина пишет. Получается бунт против жизни. Но это не то, что там плохо, это просто из-за нашего неведения, неосознанности и незнания. Понятно? Это же не то, что там просто нам никто это не показывал, не учил так в школе. в школе в школе нас в школе пока я когда учился в основном образовывали просто как быть детьми всю жизнь. Даже не подростками. Понимаете? Как быть детьми. Как быть так? Система равно пути реализации. Позитивный фокус. Помните позитивно и негативно мы в самом начале ретрита увидели, что это субъективно. То есть это субъективная оценка. Поэтому оценка это может быть позитивно и негативно. Но она субъективная. Поэтому она недействительная. когда вы это понимаете, то вы видите тогда, что вы можете ее использовать только как инструмент, а не ориентирно на то, что есть. Это я сейчас прооценлю. Так, есть. Вариант не дает реализация, она требует послушания. Татьяна пишет. Тань, ты выдаешь это? Выдаешь прям убеждение за убеждением. Можно сразу отпускать. Почему? Потому что не сама матрица, не сами системы это ограничение являются. Это просто пространство. С матрицей системы это просто пространство. Ограничения ограничениями являются содержимое этого пространства в виде программ, в виде каких-то потому что правила закона это тоже определенное можно так увидеть как программы или виртуальные ограничители в системе. так или нет? Сейчас уловите вот эту разницу, что не сама система ограничивает, сама матрица ограничением является, а те программы, которые туда вложены. я вам в начале ретрита по-моему я говорил в начале этого ретрита что есть такое понятие майя в индуизме. Немного, да? Есть такое понятие майя. Это значит иллюзия. Вот индусы там уже тысячи тысячи лет осознали и они так осознают и понимают что мы живем в майя в иллюзии. Что такое иллюзия? Искаженное восприятие действительности. Если у нас искаженное восприятие действительности, как мы еще можем ориентироваться? Как можем себя осознавать? Как можем в этом пространстве ориентироваться и реализовываться на полную в иллюзии? Это возможно или нет на полную я спросил нет то есть для того чтобы реализовываться на полную нам нам необходимо увидеть начать осознавать что это иллюзия что есть иллюзия вот как она вообще воздействует на наше восприятие помните фильм смотря надеюсь смотрели если не смотрели посмотрите или пересмотрите обыкновенные зомби видели как как мы как мы можем реализовываться на полную если мы под воздействием общего этого поля на белое говорим черное мать ну вот она буквально как как это проявляется как мы можем реализовываться на полную и если мы зависим пока мы зависим от мнения и восприятия большинства которые тоже в иллюзии находится и находится в детском восприятии или подростковым потому что многие пока вниз не следует это я вот недавно смотрел нет этот момент всегда нравится в этом фильме там где там где говорится о том что большинство всегда неправо помните что большинство не может быть специалистом во всем только какое-то количество людей может в этом специализироваться и разбираться в каком-то специфическом вопросе то есть для того чтобы выходить из иллюзия нам первое что необходимо это это четкий ориентир на я четкий ориентир на свои чувства и стопроцентная ответственность взрослая дальше взрослая психика потому что во взрослой психике вы можете быть самостоятельными самодостаточными то есть это значит что вы перестаете зависеть от мнения других вы можете быть вот этим меньшинством если вы чувствуете разбираться в этом специфическом вопросе компетенте вы можете быть тем меньшинством которое знает действительно как она есть понимаете не зависит вот и теперь я не буду говорить про почему почему причиной этой иллюзии почему она и почему она такая потому что такое это процесс то есть вопрос много много видений на этот счет и пока полной ясности ну у меня у меня тоже полная ясность причины почему иллюзия существует пока нету поэтому не буду об этом говорить вот но следующим шагом в этом в этом ретрите по выходу из этой иллюзии это осознать свое место в системе сейчас из того что до этого говорил сейчас будет ясно почему это все что осознать свое место в системе то есть осознать место свое подключение в этой матрице вхождение в этой матрице потому что на своем месте у вас есть все ресурсы необходимые для вашей реализации когда вы на своем месте в этой матрице проявлены во всех смыслах у вас есть все ресурсы в виде здоровья энергии финансов и ну и всего что вам необходимо для реализации в этой матрице сейчас это понятно на этом этапе или не очень помашите как то так то не вижу не понятно в основном машут понятно ну давайте так ну свое место первое что необходимо узнать что вообще все на своих местах находится во вселенной все находится на своих местах просто по-другому не может быть разница заключается в том что мы воспринимаем через иллюзию себя не на своем месте и поэтому мы не можем как не реализовываемся со свое место и и никак и не законнектены с теми ресурсами которые у нас на своем месте даны есть каждое дерево растет на своем месте солнце на своем месте светит так или нет и выси и мы все были нас мы все не то что были вы и так есть на своих местах но мы пока были в возрасте когда это в этом не было ориентироваться не было необходимости просто это было тотальное нахождение на этом месте мы родились на своем месте вот в этом теле мы родились на своем месте на чужом месте да понятно теперь наша задача так как психика наша расширилась она уже она уже до взрослого просто еще могут действовать программы подростковые и детские из-за этого мы как съезжаем в детское или подростковое восприятие теперь когда психика наша расширилась до взрослого состояния у нас появляется такая функция и возможности необходимость начать ориентироваться в матрице в этих системах для того чтобы реализовываться более эффективно то есть значит знаете как это это уже ближе похоже вот как вот то что в матрице действительно показывали он и в нел то есть есть задачи вы реализовывать для того чтобы ориентироваться матрица хорошая аналогия я не она подхожу нравится это посмотреть как работает навигатор как работает навигатор в смартфоне там неважно компьютере для того что давайте тут так для аналогии возник что вот реализация это можно ну такой аналогии взять или метафора что это пункт назначения то есть у вас есть какая-то потребность по этой реализации это пункт назначения вот и вы когда все умеете навигатором пользоваться вы в поисковой строке там пишите пункт назначения что это как отклик туда отклик ваш помещаете пункт назначения да теперь для того чтобы навигатор построил вам дорогу по которой вы можете двигаться и ориентироваться в этой матрице что кроме пункта назначения еще необходимо указать навигаторе навигатор работает сам по себе также и в нашем интеллекте это работает что кроме пункта назначения местоположение так чтобы навигатор простроил вам прямую дорожку то есть надо мое место мое место мое место это точно сейчас я несколько минут назад говорили так дайте мне обратную связь это это ясно доходит ребята пожалуйста используйте реакции потому что мы тема такая я на вас смотрю вы там каких-то еще своих процессах вот улавливаете не улавливаете давайте обратную связь маршрут выбрать да можно еще маршрут принципе выбрать но мы в прошлый раз по-моему говорили про иллюзию выбора или нет было такое все равно вы по отклику выбираете какой маршрут выбирает ну-ка один он этот маршрут у вас нет нескольких маршрутов вы все равно идете по вы все время на своем пути на своем месте это место определяет что вас выбора нету не быть на своем месте это иллюзия что вы можете свое место выбрать другое теперь допустим поставили место назначения и местоположение вот у вас уже тогда показывается дорога теперь что такое местоположение место назначения мы с вами тренировались в течение всего ретрита это ответственность то есть чувствовать отклик и идти за откликом это будем сейчас брать как местоположение но он постепенно то есть место назначения он постепенно у вас будет раскрываться больше как бы вы место назначения со временем чем больше расширения у вас будет вы сможете его дальше и дальше устанавливать будет устанавливаться понятно это то есть вы там сейчас на там на ближайшее время потом можете дальше потом можете всю жизнь свою ту же ориентир чувствовать и место назначения место назначения как предназначение уже будет устанавливается у вас теперь свое место от местоположения как его определять как его определять теперь надо тут настройки в интеллекте кое-какие установить чтобы местоположение устанавливался потому что путь выстраивается сам по себе как прямая дорожка до местоназначения психики в нашей то что мы сейчас исследуем в ретрите местоположение как определить где есть наблюдатель сейчас я здесь и сейчас вот давайте здесь и сейчас это самое первое ориентировать что мы сориентировали сориентировались во времени и пространстве хотя бы для начала это самое начало это это еще не то что вот это уже все есть сейчас самое начало сориентироваться пространстве и установить свой интеллект так его настроить отпустить все эти ложные программы чтобы вы могли быть здесь сейчас потому что это местоположение система все понятно это и это это и это самое условно простое и самое первое что необходимо сделать все время потому и потому что если вы не здесь сейчас вы можете вас может простроиться путь если вы не здесь сейчас если вы со вчера там смотрите или с детства смотрите, с какой-то детской травмой, сейчас в детской травме вот у вас там есть отклик вот и вы с этой детской травмой вы пройдете туда? Когда-то пробовали ехать по навигатору который показывает дорогу не из вашего местоположения действительного? У меня как-то было там сбоил как-то смартфон вот это вообще невозможно ехать по этому пути а кто-то пишет, было так, есть то есть это самое первое здесь, сейчас, самое начало и ну это можно понять определить свое местоположение во времени и пространстве это сейчас во времени пространстве это здесь есть это ясно, да? это продолжаете делать то есть вы свой интеллект постоянно прокачиваете выгружаете мусор от который вас там где-то не сейчас или не здесь местоположение ваше искажает восприятие, точнее, местоположение теперь кроме здесь сейчас здесь еще вот эти все системы государственная система родовая система ну в общем все 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 остальное и только в том числе сейчас открою открываю демонстрацию эта система кроме того в этой системе свое местоположение в этой системе тоже осознавать кроме здесь сейчас теперь мы смотрим как ориентироваться в системах для того, чтобы ориентироваться в системах необходимо знать свойства систем как они как они как они устроены я когда эту тему она мне где-то наверное года полтора или два назад Ира начала там проходить один онлайн курс у Павловской Павловская хорошо эту тему передает можете в принципе достаточно много есть эфира в открытом доступе есть там платная и то что там мы уловили интегрировали в этот наш инструмент который мы здесь на ретрите используем первое это свойства систем как Татьяна пишет а если системы тебя выкинули ребят это никто вас выкинуть из систем не может это невозможно это ваше восприятие и в том числе исходя из ваших программ даже даже если вы физически как будто бы не в системе это и находитесь все равно вы там вас могут из родовой системы выкинуть давайте так чтобы там долго не ходить могут но это невозможно вы все равно в родовой системе остаетесь даже если вы там в другой стране или там с вами никто не общается вы все равно находитесь в ней понятно часто говорят исключили из рода но это 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 виртуальное исключение потому что в действительности никто вас из рода исключить не может так свойства систем сейчас я буду открывать я открою я вы можете сейчас кто хочет можете записывать кто не хочет можете не записывать вот я вам все равно сброшу после ретрита ссылку на конспект и вы сможете этот конспект хотите распечатайте хотите там себе как-то перепишите вот те основные моменты для того чтобы я бы так сказал что нужно приобрести наработать новый навык в интеллекте как моментально или быстро определять свое местоположение интеллект не вам определяют чтобы интеллект как настроить знаете настроить этот навигатор внутренний вот что ваш интеллект автоматически быстренько находил свое местоположение в матрице в этой системе вот с которой прямой путь ваш простраивается сейчас понятная понятная аналогия вот так же как мы предыдущие все эфиры когда проводили мы там нарабатывали навыки вот ну и продолжайте понятно что четыре шага за три дня за четыре дня сказать что полностью вы уже наработали что это стало навыком вашего интеллекта еще необходимо продолжать это делать пока это не станет вот как вы за рулем ездите можете там параллельно делать кучу дел да а это все равно автопилот этот ведет машину не я веду машину так или нет ну кто кто за рулем ездит можете ехать вот точно так же вот эти навыки другие которые необходимы для в этом аватаре необходимы для более эффективной реализации вы нарабатываете просто как навык как водить машину как ходить ваше тело ходит вот не задумывая не задумайтесь как каждый шаг делает в прошлом эфире я говорил уже навыки или привычки которые вам не нужны вы их выгружаете ищите способ выгружаете перестаете тут автоматически автоматически действовать те которые пока еще не знаю искусственный интеллект не заменил или там не автоматизированными процессами пока они автоматизируются внутри вашего интеллекта навык выживать сегодня ударил выживание это младенческие то есть это с младенческой психики младенцу необходимо выжить в возрастной психике вы уже живете вы живете так хорошо включаю вам сейчас демонстрацию свойства систем так я вам спрошу видно вам видно хорошо свойства систем первое свойство сейчас идите по ну как я вам говорю первое свойство каждая система входит в более крупную систему я когда системами я доверил полтора года назад начал вообще узнал это эта тема идет от Хиллингера она не так давно начала раскрываться вы все слышали наверное расстановки по Хиллингеру слышали ну там в процессе расстановок там у вас есть мастер который вас ведет а здесь вы учитесь самостоятельно определять как вы в системах встроены вот и ориентироваться в системах самостоятельно все это это уже собственно нарабатываете вот я когда первый раз услышал про это у меня до этого например рот вот рот был как плоский восприятие я помню в детстве он был не плоским а потом вдруг стал таким как плоским восприятие то есть что дети что родители как-то на одной плоскости восприятия потом когда системы я начал осознавать исследовать исследовать род приобрел объем что есть дети есть родители есть ягди в этом роду в данный данный момент проявляются вот и системы приобрели появилось восприятие многомерности на уровне систем восприятия систем и государственные всего остального начинает появляться восприятие многомерности вот и вот эти свойства они помогают восприятию многомерности установить восстановить каждая система входит в более крупную систему например ну например в теле более мелкие системы входят в общую систему тела пищеварительная система входит в тело кровеносное и так далее все системы входят более крупную вот это вот это тело как система входит тоже в более крупную систему человечества к примеру или природы ну то есть а потом и природы и так далее вот может это тело физическое существовать само по себе без человеческой системы просто вот одно нет не может что какие еще примеры государство то есть входит в мировое сообщество в планету ну и так далее куда вы не посмотрите каждая система входит в более крупную систему что это дает что этот навык дает умение видеть это свойство что все еще куда-то принадлежит то есть это как свойство матрицы что все еще чему-то принадлежит и дает возможность видеть более широким взглядом убрать тоннельное зрение ну и соответственно бунтовать против каких-то элементов системы потому что они являются частью целой системы понятно движемся дальше вас конспект это будет так что вы сможете смотреть второе свойство у каждой элементы в системе свое место это то если вы так из подростковой смысле будь на своем месте стань на свое место можете как-то немножко даже обидеться вот но когда вы взрослого смотрите воспринимая и уже осознаете что это все происходит в системах вот то это для вас теперь необходимость потому что тут открывается ваш путь прямо открывается ваш путь из подростков вы можете еще тут немного сопротивляться и бунтовать типа свое место как свое место у меня есть выбор я сам выбираю свое место понятно условно но у вас на своем месте все есть вот в чем преимущество быть на своем месте осознавать свое место и принимать у каждого элемента в системе свое место пример солнечная система ну у каждого там элемента в солнечной системе свое место 800 тысяч объектов летают в нашей солнечной системе 800 тысяч объектов каждый на своем месте летает можете планеты местами поменять чтобы это осталось солнечной системой Да нет, все поменяется, весь баланс изменится. Тело человека, у каждого органа свое место. Так? Можете печень с сердцем поменять местами? Нет, каждый свое выполняет. Это чтобы увидеть этот пример, принять, что есть свое место. Таблица умножения. Таблица умножения. Ну, вроде какая-то абстрактная цифра какие-то. Вы можете там цифры местами поменять? Но это будет не таблица умножения уже. Да? Понятно? Ребята, у меня тут или подвисает, или... Видишь у ваших реакций. Сделаю чуть больше экрана у себя. Хорошо. Что это дает? Умение определять свое место в системах. Ну, и осознание, что у каждого элемента свое место. Умение определять, это дает возможность определять, наработать навык, определять свое место в системах. Знание того, что у каждого элемента свое место. Буквально, это не только у вас. Понимаете? Это не только у меня. Вот это у всего. Давайте, я это ни разу раньше не говорил, но попробую потом на примерах вам... На примерах еще объяснить. Когда вы осознаете свое место, и осознаете место того, что... Ну, всех других элементов системы, то вы со своего места можете взаимодействовать с действительным местом, ну, допустим, если это другой человек, с действительным местом другого человека, не сложным его местоположением или его представлением, а с действительным местом. И тогда, вот, там... Там появляется тогда проход. Вот. То есть этот человек может... Вы можете обратиться к его действительной функции в системе. Не сложной функции, которую он себе представляет или вы себе представляете, а действительной функции в этой системе. Тогда это будет работать. Я вам потом примеры поведу. Третье свойство. Каждая система стремится к балансу. Тут это выражение, кстати, очень прикольное. Кто-то спрашивает, система находится в балансе или стремится к балансу? И так как каждая система входит в более крупную систему, соответственно, более крупная система имеет влияние на более мелкую систему. И это все время динамический процесс. Так? Это все время динамический процесс. Система все время в динамике находится. Вот, соответственно, влияние более крупной системы на мелкую систему, он может быть такой, что это как... как будто бы систему выводит из баланса. Но есть вот это свойство, что система постоянно стремится к балансу. Все равно постоянно система раз и в баланс входит, раз и в баланс входит. Пример. Тело человека. Когда... Ну, тут вот такой пример. Как одна почка отказала, а вторая почка берет на себя функцию. Или поверхность кожи, там, если это может брать. То есть те органы, которые могут взять эту функцию, они берут эту функцию, если больше не может. Или в хоккее, когда вратаря меняют на полевого игрока, вот, то все полевые игроки начинают частично выполнять функцию вратаря, присматривать за воротами. Понятно это, да, в пример? Вот. То есть так или иначе, раз, и система опять в баланс входит, и все начинают, если это... Ну, тут, например, с вратарем вратаря нету, то все начинают присматривать тоже за воротами. Эту функцию выполняют. Что это дает? А, или какая-то, в организации, например, когда кто-то заболел, например, в отделе, вот, а эта функция необходима для работоспособности, то кто-то заменяет. Или все начинают как-то эту тему подменять. Ну, или отдел, когда отдел сформировывается, то функции этого отдела распределяются по другим отделам. Что это дает навык? Видеть причинно-следственные связи, сейчас будьте тут внимательны, чтобы увидеть, где мы автоматически берем несвойственные себе функции, или ненужные даже функции, то есть, которые не являются вашим предназначением, не являются необходимыми для реализации вашего предназначения. вот так, скажем так, как мы тут все-таки про реализацию больше говорим сейчас, где, когда какой-то элемент исключен или там по какой-то другой причине, мы автоматически начинаем выполнять какие-то функции, которые не являются необходимы для реализации вашего предназначения. Понятно? Четвертое свойство. Все системы служат цели. Тоже это важный момент, потому что он тут отрезвляет и ложную, ненужную борьбу убирает для многих. Все системы служат цели. Ну, например, тут система отопления. Цель – дать тепло. Котел, вода, батарея там и так далее. Если нет цели, то нет смысла системы. Система перестает существовать. Все системы служат цели. Если нет цели, система перестает существовать. Вот это вот уловите. Поэтому в государственных каких-то процессах или еще где-то, если вы видите, было у вас там что такое восприятие или может быть даже из коллективного, что зачем вообще это существует? Даже вот с этой войной сейчас. Зачем это вообще существует? Этого не должно существовать. Но если система существует, значит, у нее есть какая-то цель в общем. Система входит в более крупную систему. Это мы уже свойства исследовали. Ну, то есть узнали. Каждая система входит в более крупную систему. И у каждой системы есть цель в целом. То, что мы ее из своего восприятия пока зауженного не воспринимаем, не осознаем, это вообще другой вопрос. Но сейчас мы можем тогда осознать и увидеть, что все происходит как не может не происходить. Вот это вот как бы уловить и принять, что в системе процессы происходят таким образом, что так, как и не могут не происходить. Потому что каждая система входит в более крупную систему. И у каждой системы, даже если мы не понимаем цели, она есть в целом. Тут может быть сопротивление, но тогда возвращайтесь к началу ретрита, принятие как есть, разворачиваемся к дискомфорту, боли, идем туда, страхи, ну и так далее по инструкции. Буквально так берете и делаете, выгружаете. На каждом этапе выгружаете. Программы, которые не дают вам быть целостными в присутствующем моменте сейчас и на своем месте. Да? Уловили? Движемся дальше. Ну и кроме того, что это дает? Четвертое свойство. Все системы служат цели. Что дает этот навык? Видеть, какая цель наших действий в каждой системе. Дает возможность этот навык видеть, какая цель вообще наших действий в каждой системе. И вообще нам необходимо это действие делать в этой системе на своем месте. Или это важно? И нам надо просто все на свои места расставить, чтобы каждый элемент выполнял свою функцию. А мы, соответственно, могли реализовать свою. Ну, тут пример есть такой. Воспитывать мужа. Есть у вас такая функция или жены? В системе я и партнер. Нету такой функции у вас. Кто в системе я и муж, я и жена, там, вот, партнерство в этом? Кто старше? Главный элемент. На равных. Инь-янь оба вошли в взаимодействие. На равных. Так, свойство 5. У каждого элемента в системе свой функционал. Ну, свое дело. Свой функционал. Своя должностная инструкция, как Павловская говорит. Пример. Организация у всех должностная инструкция. У каждого отдела своя задача. У каждого работника там, организации своя задача, своя должностная инструкция. В солнечной системе у каждого элемента свой функционал. Даже если брать это... Ну, если вы так просто будете смотреть, вы можете его не увидеть, но если вы посмотрите со стороны астрологии, то вы так немножко уже приблизитесь. Если вообще на суть будете смотреть, суть просто, суть, тоже сможете увидеть, что у каждого всего свой функционал. В семейной системе у всех элементов системы свой функционал. Бабушки, дедушки свой функционал. Родители свой функционал. Дети свой функционал. Если это отношение муж-жена, это свой функционал. То есть в каждом взаимодействии свой функционал. Что этот навык дает? Видеть, какой ваш функционал в каждой системе. Вот этого аватара проявления в каждой системе. Какой мой функционал в каждой системе. Тут есть сопротивление у кого-то? Кто там был против системы до начала этого эфира? Есть сопротивление? Нет? Нормально? Заходит? Алексей, да на тебя смотрю, ты у меня тут в центре. Так, хорошо, есть. Вот эти пять свойств вы можете себе где-то выписать, чтобы чтобы у вас вот это видение, объемное видение систем начало появляться. И это не трехмерное даже, понимаете? Это не трехмерное. Потому что, когда мы говорим о системе вот этой я-эватар, вот тут уже многомерность. Вот ему уже... То есть тут... Это процесс, который постоянно нарабатывается. Вот если у вас системное мышление, оно хорошо развито, то вы это быстро ловите и легко ловите. То есть у Иры, например, вот у нее легко, очень хорошо развито системное мышление. Вот и... Вообще у нее талант ну как бы видеть все на своих местах и расставлять все на своих местах. Вот я вам приводил пример, что там она в ресторане час в неделю времени достаточно не находясь там для того, чтобы ресторан работал. То есть видеть все на своих местах и функционал каждого места, каждого элемента. Вот и все работает. Вот если у вас... Сейчас, секундочку. Я иду на работу. Сейчас, секундочку. Нет. Супер человек. Благодарю за любовь, за любовь. А, спасибо. А, спасибо. Хорошо. Да, разумею. Ани, привет. Даня, привет тоже. Так, а там вот в гостях хозяин выходит. Так, на чем я тут притормозился. В общем, эти пять свойств исследуйте. И пока это как навык у вас... А, вспомнил. Если у вас системное мышление не является вашим коньком, так скажем, основным, больше творческое такое, то тогда тут надо потрудиться. То есть необходимо потрудиться для того, чтобы... Ну, насколько это возможно, этот навык наработать. Может быть, это не будет вот как там, когда это прям гениальное введение этих систем. Вот. Но все равно этот навык необходимо наработать, потому что вы тогда более эффективно можете реализовываться. Потом примеры вам привожу. Хорошо. Теперь. Со свойствами ясно, да? Следующее. Ну, у Павловска это называется три правила, как вести себя в системе, исходя из этих свойств. исходя из этих свойств. Можно это как правило воспринимать, можно как закономерности, закономерности, которые позволяют вам, что это позволяет, эти три правила, или точнее закономерности. Ну, мне больше как закономерности. Что это вам позволяет? Вам позволяет быстро находить свое место в системе. Вот эти три навыка, точнее, их надо как навыки просто установить. Это просто вот настройка вашего навигатора, можно так сказать. Первое правило. Первый навык, первая закономерность. Не идти против старшего элемента системы. То, что в подростковом возрасте у нас на автомате могло происходить. Я лучше знаю, не лезьте там и так далее. Не идти против старшего элемента в системе. Ну, сейчас пока приведу расшифровку, а потом примеры. Не идти против цели большей системы. Ну, например, отдел организации не идет против цели всей организации. Или там вы не идете ваши цели, вы не ставите против цели рода. Вот. Или против цели своих родителей. То есть вы не идете против родителей. Соответственно, вы не идете против своих родителей. и вот эта система «Я и родители» это одна из... Шумит вам или слышно нормально? Нормально? Вот это вот в этой системе «Я и родители», так как она одна из первых, где мы как бы начали проявляться и так и создаваться, то в эту систему «Я и родители» одну из первых систем необходимо на место поставить. То есть всегда на место поставить со своими родителями. Вот четвертая тут такая как бы подсказка, что если нет детей, значит вы идете скорее всего против цели продолжения рода. То есть продолжение жизни, продолжение рода. Цель рода продолжение жизни. Как нарушаем правила? Давайте с этого в том примере будем. Младший пытается вмешиваться в жизнь старшего. Помашите рукой у кого такое было до текущего момента. Смотрите, вы тут там, где вы пытаетесь смешаться в жизнь своих родителей, бабушек, дедушек, вы прямо как бы сходите со своего места. Тут уже можно этот пример привести. Я когда у меня тоже я так ретриты провожу. И когда с мамой это у меня взаимодействие какое-то было, то часто пытался давать ей советы или как-то спорить или что-то еще. Ира мне тут прямо дала такую подсказку, которая промотивировала меня очень четко. Говорит, Макс, возьми так, ты хочешь маме что-то посоветовать? Посоветуешь и считаешь, что у тебя со счета списываются деньги. А это буквально в смысле так, потому что вы сходите со своего места, где у вас все ресурсы вам не обходили. Понимаете? То есть буквально это так буквально. Вот. И вот это такая мотивация такой ага, окей, хорошо, уловил. Вот только хочется там что-то поперечить или что-то посоветовать, младший пытается вмешиваться в жизнь старшего. Это первое правило, которое система это сейчас родительская, а это еще во всех системах, является ну как бы нарушением вот этого навыка, вот этого закономерности не идти против старшего элемента в системе. Давайте чтобы тут более понятно вам объяснить. В родовой системе родители это прошлое по отношению к вашему местоположению. Так или нет? Вы можете что-то в прошлом изменить? У вас есть такая функция вообще или необходимость? Нет. Поэтому родители это они свою жизнь во-первых живут и во-вторых ну у вас нету вообще ни задачи такой, ни права в плане даже в системах, в родовой системе что-то вмешиваться и пытаться там подсказать или как-то воспитывать воспитывать своих родителей. Воспитывать у вас ваша задача воспитывать своих детей. Советовать, давать советы туда. Так? Понятно? Вот. и тут я по-моему там в одном из зачаров уже вам говорил тут для вас может такое открыться, что у кого-то была такая идея, что нужно изменять программы рода. помашите рукой. Изменять именно так, что нужно изменять программы рода. Вот так восприятие было. Теперь вам может открыться вот что, что вам нет необходимости изменять программы рода, потому что эти программы в прошлом ваши предшественники уже проживали, прожили, и вы просто можете выйти из них. вам нет необходимости изменять программы рода, вы просто выходя на свое место в системе родовой, вы выходите из этих программ. Вот теперь эти программы, которые в роду были, для вас это не то, что вам мешает в жизни, а это фундамент, на котором вы стоите. Понимаете? То есть теперь тот опыт и те программы, которые в роду все ваши предки проживали, это фундамент, на котором вы стоите, с которым вы дальше можете стартовать. Вам не надо повторять это. Если вы не принимаете тот опыт рода, который в прошлом был, то что вам придется делать? Вам придется его опять повторить, чтобы поменять отношения. Если в роду было непринято и для вас оно проявляется как непринятое, то вам придется этот опыт опять повторять, эти программы опять повторно проживать, для того, чтобы поменять отношения. Но сейчас вы можете, находя свое место в системах, принять, прожить этот опыт и оставить его там, где он был, не повторять его. Понятно? То есть выйти из программы, не менять программы рода, а выйти из программы рода и жить со своего места здесь сейчас. Зашло или надо еще раз? Хорошо. Значит, как нарушаем это правило? Младшим пытаются вмешиваться в жизнь старшего. Раз. Второе. Осуждение старших, неприятие, неуважение. У кого такое было до текущего момента? Старшие играют роль младшего, то есть наоборот. Вешают на младшего ответственность за свою жизнь. Ну, сейчас мы разбираемся с собой, поэтому если там ваши родители это делают, то это они со своим местом входят, но это не ваша задача их на свое место ставить. Это понятно? Возвращаемся обратно, это не ваша задача их ставить на свое место. Вам необходимо быть на своем месте. Вот, и вы смотрите вот это нарушение, вы смотрите со своего места. Ну, перевешиваете ли вы там на своих детей какие-то. Ну, тут многие в возрасте еще такое, что дети может быть не очень взрослые, поэтому может быть это не происходит. У кого есть взрослые дети, смотрите. Есть ли такое, что вы пишете на ваших детей ответственность за свою жизнь. И убираете это, забираете, возвращаете. Ну, и помните на будущее, когда у вас дети уже будут взрослыми. Что вы не, ну, это, кстати, сейчас уже вам может быть полезно, если у вас есть идея, что вы когда постареете, то дети будут о вас, должны о вас заботиться и брать ответственность за вас. Если у кого-то была такая идея, ну, может быть, там она как-то из рода просто перенеслась. Уловите эту идею и расформируйте ее, потому что это постепенный путь к безответственности в будущем, понимаете, когда вы не можете за себя для того, чтобы тут ладно, вы уже эту тему коснулись. Я так чувствую, что у кого-то это где-то вибрирует внутри, короче, рассказываю, как-то мы были на церемонии одной шаманской и рассказывает про Мальфара, как один Мальфар Крымский, Карпатский уходил из жизни. Вот ну там за сто лет ему уже был, он говорит, так, дорогие мои родственники, там семья моя, мое время как истекло, я собираюсь уходить, поэтому приходите в такое-то время, в общем, будем прощаться всем родственникам. Ну, он все нормально, ну, в теле, в здравом уме, все. Собрал стол, накрыл стол, всех посадил за стол, вот и начал там старший сын, там, я твоих, там, тебе помогал, там, тебя, там, советовал, внуков твоих помогал растить, вот, тот и помогал, скажи, у тебя есть ко мне какие-то вопросы или там какие-то обиды на меня? Нет, нету, все, садись, хорошо, с тобой разобрались. И так с каждым, с каждым прошлись ни у кого нету никаких завязок с ним, то есть он свое, со своего места свое, все, что ему было необходимо выполнял, со всеми другими элементами этой системы, вот, потом преемника своего позвал, там, с ним что-то там тоже переговорил, вот, отправил его и спокойно ушел из жизни, пока другие там за столом сидели, то есть полная ответственность, полная ответственность за свою жизнь, не в то, что я там буду немощный и переложить это немощное тело на кого-то там другого, чтобы он отвечал, пришло время, он ушел, вот, не без, без каких-либо завязок другим, ну, понятно, для кого-то это прямо может сейчас очень круто что-то прояснить, для кого-то это может пока такое, блин, а как это вообще вот, постепенно или не постепенно это сознание ответственности, это ответственность и навчение жизни никуда не девается, она до самого последнего момента ухода в жизни, она все равно полная есть, так, переключаемся, это пусть так у вас пока будет как пример, как информация такая, следующий, это вот это, смотрите, нарушение, старший играет роль младшего, чтобы оно у вас в будущем даже там где-то не маячило представление вашим, чтобы вы с возрастом и с каждым шагом остановились есть только внутренне более ответственные, сильнее, мощнее, понимаете, не мощнее, не немощными, вот, а мощнее, и последнее из этого, как нарушается недовольство к чему-то большему, недовольство, ну, в том числе, это я уже приводил тут скобочка, недовольство государством, если у тебя нету предназначения, полномочий, предназначения даже в большей степени, предназначения что-то изменить, вот, то недовольство, вот, это сход за свое место, просто недовольство, да, или там осуждение, или, так, сейчас, ребятки, Зеленского, когда выбрали, ходил такой мем в интернете, я как-то ехал, а, сегодня встретил человека, который знает, как изменить жизнь в государстве к лучшему, но пока он подрабатывает таксистом, это по поводу того, что там я лучше знаю, как кто-то другой, ну, как быть на другом месте, так, кто-то не там, или тоже, если недовольны или критикуете родителей, то тоже сходите со своим местом, если вы недовольны или критикуете родителей, что с родителями, давайте с родителями начнем, с родителями, нам необходимо поменять восприятие таким образом, что мы никаким образом у нас нету негатива по отношению к ним, то есть вообще никакого негатива или попыток что-то изменить там, попробуйте вот это выявить, и трансформация тут на уровне восприятия должна произойти такая, допустим, я и мама, что мама по отношению к вам это как тело мамы по отношению к эмбриону, ну, чтобы вы увидели разрыв, разрыв, который невозможно преодолеть, такое сравнение, такая метафора, то есть ваше восприятие по отношению к маме должно быть как вы из восприятия эмбриона смотрите на маму, когда вы находитесь в животе у мамы, полное принятие, доверие, ощущение безопасности, ну, заботы, любви и так далее, то есть вот, вот такое у вас должно быть отношение то есть вам, если у вас там другие нейронные связи сформировались, там, за время, там, за какой-то опыт последний, вам его необходимо перетрансформировать и сделать таким образом, как вот здесь сейчас говорю, как вы, как эмбрион по отношению к телу мамы, то есть вообще нет возможности, то есть непреодолимый, 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 такое, как разное измерение, то есть вы вообще там не можете воздействовать на маму нужно вот это уловить, заботиться вы можете, но это не та забота, как от старшего к младшему, я тут рекомендую вам посмотреть, дам вам ссылку, посмотреть фильм после этого эфира, называется «Мед в голове», там очень классно, там очень классно проиграна в фильме роль сына старшего, ну взрослого, уже по отношению к отцу его, который страдает деменцией, то есть отец уже в состоянии, ну как вот ребенок в восприятии, вот и как вот роль прописана именно сына с отцом, где сын ни разу не вышел со своим, ну я не видел, не помню, может пересмотреть надо или кто-то найдет, скажет, ни разу не вышел со своего места по отношению к отцу вот в этой системе, я и отец, он все, несмотря на то, что там, да, он заботился, вот его восприятие и взаимодействие с отцом было всегда с места сына, то есть он как к отцу у него было отношение, ну сейчас пока понятно, вы этот фильм смотрели или не смотрели, я вас просто обращаю, ну понятно, да, о чем я говорю, то есть это вот восприятие, что это отец, а я сын, вот оно постоянно остается, все время остается, теперь последствия, для того, чтобы вы промотивировались заняться этим восстановлением на своем месте, какие последствия, и машите мне рукой, у кого это есть, конфликты с родителями или слишком тесная связь, частая депрессия, внутренняя пустота, тревога, не ладится личная жизнь, проблемы на работе, все, вот пожалуйста, берете первый навык, это первое правило и прямо его устанавливаете, 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 потому что на этом месте у вас финансовые все ресурсы, на своем месте, все финансовые ресурсы, энергетические, здоровье, отношения ваши, все, понимаете здесь, что дальше, излишняя ответственность, неумение говорить нет, страхи, боясь будущего, недоверие к себе, неприятие себя, излишняя мягкость или наоборот, жестокость, агрессивность, тут вижу, Ольга, просто так вот держит и все, 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 прямо в яблочко попадает, проблемы со здоровьем, ну, понятно, вот видите, то есть не на своем месте, все равно проблемы со здоровьем, так, теперь примеры, какие-то примеры, чтобы, как вот выходить на свое место в систему, в первую очередь, в первую очередь с родителями, я уже вам о этом говорил, в первую очередь с родителями, перестать вообще им давать советы, хоть какое-то малейшее осуждение, если у вас, понятное дело, понятно или непонятно, с детства или с подросткового возраста могло сформироваться, вам его надо полностью расформировать, даже если у вас родители били в детстве, или мама била в детстве, вот вам этот надо опыт сейчас перепрожить, отпустить все непринятие из-за этого, так, чтобы у вас было внутри безусловная любовь, вот на уровне души к папе, к маме, чтобы у вас было восприятие, как вот эмбрион и тело мамы, все, вот, то есть тут поубирать обиды, как, знаете, какая-то полоска классная тут говорит, наше подростковое детское представление о том, что я лучше знаю, как моей маме быть моей мамой, как моему папе быть моим папой, вы пришли сюда, вот вам, вы пришли, для вашей реализации, вот такие вот родители даны, они свою функцию выполнили на сто процентов, понимаете, свои задачи в этом кино, в вашем взаимодействии, они выполнили на сто процентов, сейчас вы в том моменте находите, в котором вы есть, вот, для того, чтобы прям пройти в это измерение, и я вам некоторые примеры потом начну приводить еще дальше, когда вы увидите, что тут, ну, в какой-то степени вообще магия открывается, вот вы можете продолжать по-детски там еще сопротивляться, обижаться и так далее, и ничего как бы не изменяется, или у вас трансформация такая начинает происходить, что вы в системах, системы перестают вам препятствовать, понимаете, постепенно раз вы начинаете в этом квесте находить такие проходы, когда система перестает вам препятствовать. Так, с родителями, осуждение родителей, осуждение родителей, вот эта, эта программа осуждения, ее прямо тоже отследить, это как я вам раньше там говорил по поводу сожаления там или других вот этих программ, осуждение, одна из таких программ, которая буквально ее необходимо выследить, принять, поднять, осознать и найти способы дальнейших, потому что это из психологии, из духовного, в общем, сейчас везде это, ну, практически во всех сферах замечается, что те качества или какие-то проявления других людей, которые вы осуждаете, они в вас начинают в большей степени проявляться. И это вы могли видеть, многие так говорят, я там, мама со мной так вот как-то плохо относилась, вот я в себе пообещал, я не буду это делать так в отношении к своим родителям. И сейчас это начинает проявляться во мне все больше и больше, то, что я пообещал себе, не буду так делать. Буквально люди говорят, что, блин, я говорю этими словами. Я те же самые словами говорю там своему ребенку, то, что я осуждал своих родителей. Вот и тут вот этот конфликт, он, ну, такой внутренний, может быть, неосознанный, не замеченный. С одной стороны, я в детстве пообещал, что я не буду вести себя как папа или мама, а с другой стороны, осуждение, эти качества подтягивает, и они проявляются. И вот этот конфликт, я же себе пообещал, я так не буду делать. Вот эти качества все больше проявляются. Понятно? Как это расформировать? Первое. Ну, не первое, неважно тут, что первое будет, в принципе. Отпускайте обещание, что не будете как ваши родители, отпускайте обещание, что вы не будете, потому что, если вы обещаете, что вы не будете как ваши родители, это те же программы родительские, только наоборот. Это вы все равно как ваши родители, только наоборот. И то не наоборот, а просто стремитесь быть наоборот. Понятно? Ваша личность, сейчас тут еще ключик будет, Ваша личность, которая формировалась с детства, она на сто процентов состоит из папы и мамы. Из личности папы и мамы. И для того, чтобы, вот сейчас мы говорили, как отпустить личность, осознать себя и отпустить должную личность. То есть личность ваша стоит из папы и мамы. Для того, чтобы отпустить личность, ну так, надо ее принять. Это значит принять папу и маму в себе. Все проявления папы и мамы в себе. Соответственно, отпустить обещание, что не буду как папа и мама, принять это в себе. И второе, отпустить все осуждения своих родителей. Что бы там ни было. За агрессивность, злость и так далее. Вот вы таким образом убираете программу, которая ваше внимание, а соответственно туда энергия, поддерживаете программы, которые проявлялись с папой и мамой. То есть оставить их там. Они это прожили. Все, вам это не нужно. И вы можете тогда со своего места реализовывать свое предназначение. А не перепроживать опять с папой или мамой судьбой. Их программы. Понятно? Я вам медитацию, после этой эфира я дам медитацию с папой и мамой. Вот она так вот классно тоже ставит на свои места. Ставит на свои места по отношению папы и мамы. Так, что еще? Бабушки, дедушки. Ну тут много говорить не буду. Понятное дело, что вы туда вообще не лезете со своими советами. Осуждениями, рекомендациями и так далее. Ну да, можете как с места внука. Ну там в этом фильме тоже есть. Там мед в голове. Только немецкий. Если вы уже себе там записывали. Записывали этот фильм. Вот немецкий. Потому что он там потом в голливудском варианте вышел. Я его даже не смотрел. Ну и кто-то, кто смотрел, не давали там по поводу него какого-то отклика. А немецкий он очень круто снял. Там немецкие шутки, конечно, есть такие. Вот. Если они вас будут триггерить, вы сразу власами. Осуждение родителей своих партнеров. Там свекрови, тещи и так далее. Или там рекомендации им какие-то. Это не ваше вообще. Вообще не ваше дело. А и смотрите еще. Иногда такое кино проскакивает у людей, что надо относиться к родителям своей жены или мужа как к своим родителям. У кого-то такое есть? Или хотя бы там где-то отдаленный? Ну, вот смотрите, это тоже и отпускаете. Потому что это не ваши родители. Вот это надо осознавать и давать в этом отчет просто. Что это в родовой системе, это родители моего партнера. Вот. И там другая совсем функция. Ну, она, естественно, эта функция приходит из... Просто в осознанности вы просто видите, что там, как взаимодействовать. Так. Что еще? Подожди, с родителями еще. У кого-то есть такое, что родители дают советы? Беспокоятся о вас? Ну-ка, у кого-то есть восприятие такое, что родители вас ограничивают до сих пор? Это значит, что в детском еще в отношении к родителям не во взрослой психике. Вот. И прямо такая рекомендация тут есть. Если ваши родители дают вам советы, вот это значит, что вы еще просто в детском восприятии. Вот они вас видят детьми, поэтому они со своим местом, это их функция. Заботиться о своих детях, давать советы, воспитывать своих детей. Как только вы будете в взрослом восприятии, родители перестанут давать советы, просто будут прям с уважением к взрослому своему сыну или дочери относиться, взаимодействовать с вами. То есть, пока родители видят вас несчастливыми, они не будут давать советы. А счастливыми, это сейчас все есть, это взрослая психика. Поэтому, если родители вам дают советы, вы с ними не спорите. То есть, ну, то прямо уловите это. Просто, ага, понятно. Еще смотрю, где я еще не во взрослом восприятии нахожусь. Есть, да? Так, теперь еще примеры. Сюда же, в это же. Не идти против старшей элементной системы. На работе. Допустим, вы в какой-то организации работаете. Есть у кого-то такое, что вы не принимаете цели организации? Руководство организации. Дуете против этого? Да. Ольга поднимает руку. Ну, я вижу, что немного. Сейчас я вам открою еще другую демонстрацию, так, чтобы понять не было. Ну, поднимите вообще руки, кто вообще не работает. Просто интересно для статистики. Ну, вот именно так. Не работает. Но тут есть такое, да, тут есть такое, да, тут есть такое, вижу, достаточно много, например, класс. Что, когда вы себя осознаете и обнаруживаете себя, вы уже больше ни минуты не работаете. Просто вы реализовываетесь, да, у вас вдохновение, вдохновение у вас ведет. Ну, пока вы еще в процессе, возможно, что вы, кстати, даже если вы не работаете в плане того, что вы не нанятый работник в какой-то организации, вы все равно можете взаимодействовать в организации или в самообъединениях каких-то. Вот те, кто подняли сейчас руки, вы же все равно взаимодействуете с другим в каком-то партнерстве. Вот там в партнерстве, даже в этом, в этих системе вашего партнерства, может быть даже разные функции у разных, так или нет. Кто-то может даже быть, ну, руководителем вашего, ну, как руководителем, как менеджер. То есть у него есть функция видения классная, там, как организовать процессы какие-то в этом плане. Вот, но когда вы уже себя осознаете, там нету взаимодействия, что кто-то старше или кто-то равный, ну, то есть кто-то меньше. То есть вы в равности все равно вы реализовываетесь. Просто у каждого своя функция в этом взаимодействии. Вот, соответственно, ну, в такой системе, в такой системе, если вы находитесь, у вас нету вопроса, скорее всего, идти против старшего элемента системы, потому что вы все время на своем месте себя осознаете, и вы все время из «я» взаимодействуете. То есть там каждый на своем месте. Но если вы пока в организации, где, как там называется, по-моему, еще красные организации, или какие-то в этом, в спиральной динамике, по-моему, или где-то есть такое видение, вот, то, где есть вертикальное управление, вертикальное управление есть как руководители, есть подчиненные, вот, то смотрите. И если ваши, если цель организации вам не по душе, то есть вы не чувствуете отлика, вам, то есть вы видите, что идут против, чего? Против вот этой системы. Сюда возвращаемся. Это тоже система. Где здесь старший элемент? Это как минимум «я», так или нет? Здесь вот старший элемент, здесь старший элемент. А если брать в целом, то целое, то есть Бог или как-то, ну, общая вот эта разумность, старший элемент. Тогда, когда вы оказываетесь в какой-то организации, где вам не по душе, то вы на какой старший элемент ориентируетесь? На что вы ориентируетесь в организации? Это вот пример, чтобы такой, может, как внутренний конфликт вызывать, чтобы вы могли тут сориентироваться. На что вы ориентируетесь? Ну, пусть это пока Бог будет, будем называть так, что более-менее тут как разумность, и в этой внутренней системе ориентир какую-то дает. Бог внутри вашей системе на первом месте. Я на первом месте. Соответственно, как вы это чувствуете? Интуитивно, по своим чувствам вы это чувствуете. Эту систему простраиваете, ее внутреннюю иерархию в соответствии со своими местами. Вот старший элемент отсюда-сюда идет. Отсюда-сюда идет. То есть вы каждый элемент ставите на свое место. Помните, вначале я вам говорил, чувства поставите на свое место, а ум подстраиваете, чтобы он мог идти за чувствами. Интеллект, чтобы он мог идти за чувствами. Помните? Вот эта система тоже выстраивается на своих местах. Если у вас ум на первом месте, здесь, в этой системе, все, опять выскажения в иллюзии вы находитесь. Соответственно, когда вы в организации находитесь, и цели организации, вы чувствуете, что не соответствуют вашему предназначению. Соответственно, понимаете, тут предназначение. Вот что вам делать? Сейчас открою чат. Ну, что вы делаете? В первую очередь, если, понятно, вы переходите в то место, где вам подушает, где реализация соответствует вашему предназначению, где вы можете реализовываться под своим предназначением. Так? Ну, допустим, у вас, вы не можете уйти, потому что, допустим, не уходите, не можете, все, стерто, 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 нету этого. Допустим, просто пока не получается уйти, не получилось пока, точнее, даже так сказать, не получилось до сих пор уйти. Вот смотрите, что вы чувствуете, дискомфорт, все туда же опять, дискомфорт, боль, страхи, страхи смотрите, остаться без денег, потеряться, не найдете работу, ну, и так далее. Страхи. Страхи. Иллюзия, которая, как сказать, поддерживает то, что вы находитесь вообще не на том месте, где вы реализовываетесь, но свое предназначение. Понятно? Вот как выйти из этой иллюзии, которая здесь запрограммирована, это я вам, я не говорю вам, возьмите, увольтесь. Я говорю, как выйти из этой иллюзии? Дискомфорт, боль, страхи все проживаете, все то же самое. Эмоциональные реакции, выпускать эмоциональные реакции, убеждения, представления отпускаете, все то же самое, о себе, как о немощном каком-то, о безответственном, о жертве, вот это все выгружаете. Эмоции перестаете подавлять, представьте, вы, то есть, кто работает на работе, где цель организации не соответствует вашему предназначению, убираете подавление эмоций, понимаете? Эмоции перестаете подавлять, уже энергия так закрутится в вас, что вы в какой-то момент просто не сможете там находиться, просто физически вы не сможете там находиться. Вот энергия вас будет поднимать и двигать естественным образом к тому, туда, где вам по душе, где ваше место. Чувство вины. Ну, я не совсем тут уловил, к чему, но, видно, или позже прочитал. А, три минуты назад, да, поздно. Все. И вы трансформируете свой интеллект таким образом, чтобы вы могли идти за своим чувством, следовать своему предназначению. Тут с работой понятно более-менее? Если это соответствует вашему предназначению, все, вперед, пока можете работать. Пока можете работать, пока вы себя не осознали, вы будете там работать, именно как работать, понимаете? Потому что, когда вы себя осознаете, себя, свой истинное я, вы не можете больше работать. Вы не можете себя сдавать уже в аренду. Понимаете? Вы не можете уже себя в аренду сдавать, потому что вы себя осознаете. Вы в центре. Я в центре. Я в центре своей жизни. Я не сдаю что-то в аренду из себя, понимаете? И тогда, даже если вы какую-то организацию, где даже такая вот система вертикальная существует, не вы приходите наниматься на работу, а вы эту организацию выбираете для своей реализации. Вы приходите туда и говорите, вы должны меня взять. Ну, понятно, что в словах это может по-другому звучать. Но вы приходите туда и говорите, вы должны меня взять, потому что тогда цель вашей организации будет выполнена более эффективно. Потому что вы себя знаете, свои таланты, свою гениальность. Вы нанимаете эту организацию, понимаете? Для своей реализации. И когда хотите, вы уходите оттуда. Совсем другое восприятие. Вы в центре. Сейчас вы чувствуете, о чем? Меняется восприятие. Это мы как-то с Сырой Ушаковой проводили где-то год назад, вот чуть раньше. Проводили тренинг моей реализации. И мы делали перед тренингом эфир. Эфир назвали так. Кто главный, я или директор? Вот. А Ира работала в организации, где такое, ну, достаточно тоталитарное управление. Она говорит, слушай, Макс, я реально почувствовала страх, что меня уволят. Ну, с этой темой, говорит, потому что мои сотрудники, он смотреть вряд ли будет, но ему могут рассказать. Вот, что я... А на HR, а на HR у себя там в организации, HR, директору могут рассказать, что я провожу такой эфир. Кто главный, я или директор? Это кто главный, я или директор? Вашей жизни главный я. Или еще, если тоньше, то вот разумность, вот это целое, или Бог, вот это система, в которую все входит, понимаете? И это та же система, которая в вашем директоре. Поэтому вы-то ориентируетесь на себя, но если вот в этой системе, то в любом случае вы на равных. То есть вы в партнерство входите. Для своей жизни я, то есть вы выбираете, понимаете, вы это, ну, вы, это ваш путь. Алина пишет, я в Боге, я, да, я, я в Боге, то есть Бог, и я здесь реализовываюсь. Так, зашло здесь? Вроде бы не идти против старшего элемента системы. Оказывается, все развернулось в другую сторону. Потому что я на первом месте. Ну, или Бог на первом месте. Так, запускаю дальше. Второе правило. Так, второе. Не исключать никакой элемент системы. Как нарушаем? Я знаю лучше, как сделать. У кого такое есть? Там, в отношении, там, с мужем, с женой, с президентом, с кем-то еще, с друзьями, с бывшими мужьями, женами, с родителями, ну, и, соответственно, там, и так далее. Я знаю лучше, как сделать. Вы автоматически становитесь на место этого элемента в системе. Автоматически. Я знаю лучше, как ему сделать на своем месте. Автоматически вы туда съезжаете за свое место. Как еще нарушаем? Говорим, такие не могут жить в нашей системе. У кого такое есть? Смотрите. Члены семьи, например, социальные какие-то родственники, которые там алкоголики, ну, зависимые от алкоголя, зависимые, в принципе, от алкоголя, не важно что. Вот, может быть, преступники, вот, которые, как бы, незаконно. Вот, или, например, сейчас война, вот, она, конечно, эта тема, вот, прям, для осознания, она, наверное, сейчас самая такая вот тут, как это принять. А такие же не должны, надо их всех убить, понимаете? Вот, а пока, ну, я имею в виду, в коллективном восприятии идет. А каждая система пока имеет, то есть существует, пока имеет цель, и она входит в большую систему. Вот, соответственно, та система, в которую вы не входите, но она, как вроде, как врагом может проявляться. Или, или, или просто нежелательный. Может восприниматься, как исключить это из, 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 вообще, из общей системы. Такие не должны жить в этом мире. Поэтому улавливайте, где это есть. Что это дает? Это нас переводит на место оттуда, понимаете? Такие не должны жить в нашем мире. Это как вот, например, когда вратаря меняют на полевого игрока, и все, и все начинают выполнять функцию, посмотрят на эту функцию вратаря. То есть, когда мы исключаем какой-то элемент из системы, вот, мы автоматически, или он исключен, даже не нами, а просто как-то в роду, там, или на автомате как-то он исключен. Неважно. В этой иллюзии, просто в иллюзии какой-то элемент, он негативно к нему. То есть, например, преступники, или, там, криминал. Ведь так же в общем восприятие было, что, ну, что это надо искоренить. Преступность надо искоренить. Вот, то есть, и мы как вот родились в этой системе, и мы в этом восприятии уже, ну, просто он загружен у нас. Уже исключенные есть элементы в системе, понятно? То есть, это не вы же даже исключали. Вот, и как-то, так или иначе, автоматически вы все равно часть этих функций начинаете подгружать в себя, и их реализовывать. Как полевые игроки, вратаря функцию. Или как, там, кожа или почки, заменять, там, другую, там, почку, которая удалена. На автомате. Там, где элемент исключен, на автомате часть вашей функции туда уходит. Сейчас я там примеры еще другие приведу, тоже будет, ну, будет. Но сейчас на этом этапе понятно? Смотрю просто на вас, ваше теле там пока непонятно. Пример, говорим, такие не могут жить на шестерах. А, это было. При разводах исключать отца. У кого такое? Вы, например, там развелись, и, ну, это, наверное, это все-таки больше женщины может касаться. Например, с мужем развелись, и исключаете его из системы. Ну, из системы и ребенка тоже. Осознанно, неосознанно, явно или подсознательно. Исключаете отца из системы, мужа бывшего из системы. Как нежелательный или какой-то элемент. Скрытие абортов, отказ от детей, внебрачные детей, рождение детей на стороне. Абортированные дети, дети, которые не родились там, но были, зачатие было, но не родились. Или которые в младенчестве или в каком-то возрасте умерли. Они есть в родовой системе. Это вот в расстановках, это часто ставят, на место расставляют. Они есть, даже если это аборт, там есть уже элемент родовой системы. Вот у нас есть тоже в команде Дима Диан, на ретрите, когда он у меня был, я эту тему рассказывал. Он уже сам проводил мероприятия, как тренер. Но восприятие он такой, как все время, как недостойный немного, как немного маленький. Вот и потом, когда он эту тему услышал, он вспомнил, что у него, я вот не помню, там или нерожденный ребенок, ну в семье у мамы был, или абортированный. В общем, еще у него есть младший брат. А до этого он все время воспринимал, что он младший член семьи. Вот я говорю, ты ко мне так все время относились, как к младшему. Ты младший, ты младший, ты младший. Вот и когда он осознал, что он не младший, а средний, вот он прямо сидел там у нас в зале, в поле. Вот и большинство людей, кто там участвовали, они почувствовали как раз его энергетический статус даже поменялся в восприятии. Раз он, так и подрос внутри, с места младшего, а он в родовой системе был на младше вот этого нерожденного, или, ну, который, которого нет сейчас ребенка, понятно? В родовой системе он был на этом месте все время, младший, ты младший, ты младший, и он себя воспринимал не на своем месте. Когда, ну, вот, и ж младший, вот он на своем месте. Вот и есть я, вот средний, вот раз он на свое место стал в системе, и, ну, и реализация тоже у него пошла, реализация в его деятельности пошла более эффективно. Понятно, например? Если вы некоторые моменты, вы можете не знать, например, что там был, не был, тогда вы можете воспользоваться расстановками. Вот, расстановки там растают и поставят, но вы можете поспрашивать своих родителей и поставить все на свои места. Вот, кроме того, тут еще считается так, что женщины, у которых стояли, как эти противозачаточные средства называются, в спирали, вот, то там вот каждое зачатие и выкидыш – это элемент в родовой системе. То есть там может быть очень много детей в родовой системе. Это не то, что там как-то плохо, хорошо, неважно, просто там надо, чтобы поставить все на свои места, что это есть. Для чего это необходимо сделать? Для того, чтобы другие элементы системы автоматически не съезжали на эти места, на исключенные. Так, следующее. Замолчивает информация о человеке, оценка его как недостойная. Отвержение, стыд, страх, ложь. Ну, тоже смотрите. В принципе, тут ясно. Ну, и кроме того, что оценка, а точнее, не сама оценка, а вера в то, что ваша оценка кого-то является объективной, прямо указывать на нарушение вот этого правила, исключать, не исключать никакой элемент системы. Вот и смотрите, где у вас, и буквально убираете там. Так, последствия. Машите рукой, кто на себя находит. Повторение судьбы кого-то из предков. Ощущение человека, что он живет не своей жизнью. Ну, уже не вижу даже никого. Оно есть. Не ладится личная жизнь. Непонимание, почему происходят те или иные проблемы, хождение по кругу. То есть, буквально, вы не на своем месте. Вы хотите, ну, вот у вас есть намерение, вы хотите его реализовать, а вы находитесь на месте вообще другого элемента. У меня была такая ситуация, я ее... Надо еще будет посмотреть, полностью ли восстановилось это у меня. У меня в роду, в маманом роду, бабушка умерла, когда маме было 16 лет. То есть, я бабушку родную не знал. Не видел ее, не знал. И вот, потом дедушка вышел, то есть, женился еще на другой женщине, которая... Ну, мама уже была взрослая, она ее не воспринимала ни как мачеха, ну, как вторая жена папы. А для меня эта женщина воспринималась мной как бабушка, моя бабушка. И при том, по иронии, эта бабушка, эта женщина, она, ну, из всех селенов рода, больше всего любви я чувствовал от нее. То есть, вообще, из всех селенов рода, бабушки, неродной, я чувствовал больше всех любви. То есть, для меня эта бабушка моя была. Вот я только в прошлом году недавно, как там исследования делали, потому что, ну, где-то какая-то дезориентация была. Вот пока мы вышли на эту тему, что бабушка моя родная, исключена из моего восприятия была. Понятно, да? То есть, моя бабушка исключена была, а на месте моей бабушки была бабушка неродная, которая еще, например, любви столько давала. Вот, что вы, что, ну, что необходимо сделать? Свою бабушку на свое место поставить. А это, да, это вторая бабушка, которая, ну, как, она на своем месте. То есть, это вторая жена дедушки. Она там рядышком стоит, но это не неродная бабушка. Все. И восприятие начало. Потому что у меня этот род мамы, вот, через это, он вообще как-то был больше отключен. Там очень сильный род был. И очень сильный род есть. Вот, и очень много, очень много там детей было в том роду, вот, у мамы на имамы. Очень много, то есть, очень сильные, там, очень, ну, крутые вещи там они делали, там, и некоторые члены рода. Вот, а у меня из-за того, что бабушка была исключена, весь, все вот эти, и бабушки родной, братья родные, вот, они тоже как-то там где-то вдалеке исключены были. То есть, вся эта ветка, она была как отключена. Так, не исключать никакой элемент системы. Что тут еще? Ну, про род я, в принципе, проговорил. Потом про систему государственную. Давайте я вам потом отдельно сейчас, ну, сейчас третье правило, и потом опыт про прохождение в небосе, и вот это исследование взаимодействия с государством, уже отдельно вам некоторые такие примеры попривожу, и как они открываются. Значит, третье правило. Каждая система выполняет только свою роль. Не перекидывает на других. Если пойдем воспитывать мужа или маму, ребенок встанет на наше место. Ребенок автоматически, как младший элемент системы, более подвижный, вот, становится на наше место. То есть, значит, там, например, если мы идем, там, мужа или жену воспитывать, вот, то ребенок становится, ну, в этой родовой системе на равных с моим партнером. Понятно? То есть, они там начинают взаимодействовать. Кроме того, тут прям необходимо исследовать и быть внимательным. Сейчас я возьму взаимодействие мужа и жены. То есть, вот этого партнерства мужчины и женщины. Что вы всегда встречаетесь на равных. Вот. Но там с течением уже, как бы, времени может происходить, накладываются проекции. Там, где у вас с родителями взаимодействие не выстроены внутри вас. Вот. Не ушли все обиды, не ушли ожидания. Ответственность ваша детская еще. Ну, то есть, безответственность детская, точнее. Вот. Какие-то детские травмы. Ну, практически, практически у всех автоматически будут на вашего партнера проекция попадать. Это понятно? Вот. И при том, как в одну и в другую сторону. Вот. И мы, когда вот эту тему со своим местом начали исследовать, мы прям увидели, как мы с Ирой. То я в папу, то в ребенка, то она в маму, то в дочку. Вот. И вот так вот постоянно. Тут трудно на своих местах. И тут появляются созависимые отношения. Там, ну, склеены такие созависимые отношения. Мы, когда это уловили, поняли, что нам надо сепарироваться. Вот. И нам буквально необходимо позакрывать там с родителями где-то еще. Если, ну, то, что мы можем обнаружить какие-то детские травмы. Вот. И сепарироваться. Перестать. Перекладывать ответственность. Если, 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 если там из ребенка, как я попадаю в роль ребенка. Вот. Перестать перекладывать ответственность на второго полностью. И выходить на равность. На свое место в отношениях. И мы, когда это уловили, ну, мы поняли, как это нам просто мешает. Чему мешает? Ну, во-первых, когда мы попадаем на место там ребенка, то вот эти реакции детские там начинают проявляться. Обида, вина, там, и все остальное. Детские реакции. Кроме того, там реализовываться с ребенка вы как можете? Да, ну, никак. Понятно? То есть на реализацию, на деньги, на все вот это. То есть вы со своего места сходите. Поэтому мы, когда увидели это, мы прям как задачу поняли, что нам надо стать на свои места в отношениях. На равные. Вот. Это была очень достаточно жесткая зона турбуленции такая, когда мы это прям начали делать. вот, и когда мы, когда вы входите в это, так как созависимы, ну, кажется, там, мы вместе по какой-то причине. Когда вы на равных выходите, то есть осознаете, что у каждого свое предназначение, своя задача, как души, и в системе вы на равных. Никто ни за кого ответственность не несет. Вот. И тут это как вхождение в зону турбулентности, из которой вы не знаете, вы вместе выйдете из нее или нет. Вы никогда не знаете. Понимаете, вы входите в нее, там было созависимое, там все понятное было. Вот. Притом понятное с детства. Понимаете? Ну, это как мой родитель, я там на него ответственность перекладываю. А тут вы сходите в зону турбулентности, вы всю ответственность возвращаете себе, и ответственность за другого партнера отставляйте ему. Вот. И выйдете вы вместе или нет, вы не знаете. Опять дискомфорт, боль, страх, эмоции, убеждения. Все исходит из меня. Тут тоже уже помогает. Помогает прямо. И вот знание систем тут помогает. Вот. И мы когда начали, у нас прям, ну, я прям чувствовал, как будто мама от меня уходит. Прямо, знаете, это очень болезненное ощущение, когда у ребенка уходит мама. Вот. То есть вот такое вот восприятие. Я прям так улавливал, что раз, как будто бы мама у меня уходит. Такое ощущение. Вот. И был такой момент, когда вообще Иру вынесла, она с Добрыней, забрала Добрыни, поехала к подруге, пару дней у меня, с Добрыней. 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 Так, что-то компьютер не предупредил, что разрядился и выключился. Так, что же там с Ирой и подругой. Ага, да, спасибо. Ну, не так много, два дня она была тогда у подруги и, ну, я к тому, что это вынесло, то есть буквально вынесло, притом непонятно было, ну, то есть будем мы дальше вместе или нет, вот, и этот процесс, он постоянно, как бы, все время, постоянно, постоянно, еще какое-то время шел. И чтобы тут еще понять, смотрите, смотрите, когда вы перекладываете ответственность на своего партнера, то есть ожидаете, что он сделает, то есть у вас идет отклик, а вы перекладываете ответственность за реализацию этого отклика на своего партнера. Кого такое бывает? Лена пишет, это то, что мой муж чувствует с тех пор, как я в ретритете, что мама ушла. Ну, может быть, ты тогда сможешь рассказать про вот этот эфир и он сможет увидеть причину и, потому что, ну, классно, конечно, чтобы это было, чтобы оба партнера осознавали и что делать здесь, понимали. Вот, но если нет, то все равно у вас выбора нет, все равно вам, вы так или иначе будете это делать, продолжать развиваться и устанавливать, как бы, вот эту систему, трансформируйте таким образом, чтобы вы могли полностью, ну, максимально быть реализованы. Наоборот, стремлюсь сделать за или вместо мужа. Ну, так это и есть, это на, это родители, как проекция такая, что ты как будто бы мама для него. Так, сейчас я запущу еще демонстрацию. Как нарушаем усыновление, удочерение своих родителей, жертвование собой ради интересов партнера. Вот тут я вспомнил, как раз ты написала, что это, что делают все за мужа. Есть у кого-то, давайте, у кого усыновление, удочерение, понятно. Жертвование собой ради интересов партнера. Кто там? Вот, смотрите, это вот конкретно вот это правило, то есть только свою роль. Жертвование собой, вот как будто бы в родительскую роль по отношению к партнеру попадаете. Я там в одном из эфир я говорил, что без компромисса, вы выходите с компромисса, вот эту вообще функцию компромисса подростковую убираете. Вот, и вначале может быть такое, как крушение вселенной, которое сталкивается друг с другом. Вот, но потом постепенно, если, если ваше предназначение, если вы вместе не по предназначению, вот, ну тогда пути разойдутся, скорее всего. Вот, если вы по предназначению вместе, ваши пути просто рядом стоят, ну так все, вы как две вселенные, но просто вы как спутники друг к другу. Вот, и в таком случае тогда что? Тогда ваше взаимодействие равных может родить что-то третье. Ну, то есть в этом сотворчестве происходит что-то такое, что вы не можете даже предположить самостоятельно, понимаете? Вы сами не можете это увидеть, то, что может произойти в сотворчестве двух равных, полноценных, многомерных вселенных. Потому что это рождение, ну, другого качества, другого чего-то. Это как и ребенка буквально может касаться, так может касаться каких-то проектов. При том, что это не обязательно, что это ваш совместный проект. Этот проект может быть у кого-то из партнеров. Ну, вот в этом взаимодействии он родился сам. Ну, соответственно, он так или иначе все равно является совместным. И третье, как нарушаем присваивание себе того, что нам не принадлежит. Ну, тут тоже, смотрите, заслуг, какое-то имущество какого-то или каких-то вещей, или какой-то, в том числе, может быть, интеллектуальной какой-то собственностью. Последствия. Развалы отношений, развод. Алкоголизм, зависимость, созависимость. Патологическая ревность. Ну, холодность или там импотенция, фрегидность, ощущение внутреннего холода, прямо ощущение холода. И проблемы со здоровьем. Тоже. Проблемы со здоровьем везде. Внутренний конфликт, проживаем на свою жизнь. Хочу одно, а есть все время другое. Так. Сейчас закрою пока. Здесь более-менее понятно? Зашло вам? Все на своих местах. Да, ну, в этом плане, просто мы это не заглядывали сюда, что это вообще есть. И это не так давно, кстати. Ну, Хеллингера я не помню, но это где-то конец прошлого века. Вот эта информация так вот системно появилась в конце прошлого века. Поэтому это вы можете интегрировать уже новые знания. Так. Теперь, ну, давайте примеры попривожу, которые... Они такие буквально выходят из рамок обычного представления взаимодействия, поэтому... Поэтому их привожу. Ну, возможно, многие слышали, что в прошлом году там... Мы открыли ресторан, наш бизнес, открыли в локдауне осенью. При том, что мы работали без масок, без сертификатов, в локдаун. Вот. И при этом официально об этом заявляли везде. Ну, может, кто-то первый раз там знаком там с нами, и поэтому для вас это может быть как новая информация. Для кого-то это не новая информация. Вот как это вообще произошло? Сначала там по поводу локдауна... Мы там... Когда первые там карантины были... Только первый, он такой самый жесткий был, первый карантин. Штрафы там запрещено вообще на улицу было выходить. А у нас тренинг назначен был в Одессе на это время. Вот. И мы такие... Я такое чувствую... Проводить, не проводить? Ну, чувствую проводить. И не то, чтобы проводить, а как раз время проводить. По внутреннему отклику. Время проводить. Вот мой отклик, ответственность. С организаторами поговорил. Она говорит, ну, вроде проводить. В общем, провели. Вообще супер прошло. Вот. И потом все локдауны... У нас ретриты были. Во все локдауны у нас были, ретриты без масок, без ничего. Сначала было такое сопротивление подростковое. И даже немножко бунтарства. И там такое... Мы даже шутили там немного. Вот. Потом... Ну, это продолжалось, продолжалось. Потом в какой-то момент у нас принятие пошло. Прям какой-то период был принятие. Ну, все. Ну, ладно так. В общем, приняли, что так есть. Пока год назад мы ретрит проводили в Карпатах. Внезапно объявили локдаун. Ну, а мы бы это, в принципе, нас бы это не касалось, если бы у нас не было ресторана своего. Ну, то есть мы бы... Эта тема там бы... Мы бы проводили ретриты, нас бы это вообще никак не трогало. А у нас свой ресторан. Вот. И тут это нас коснулось, потому что резкая локдаун, и ресторан надо закрыть. Вот. И я вот еду с ретрита, и начинаю... У меня процесс начинает. То есть у меня уже принятие, но начинает процесс идти, что это что-то неправильно. То есть вот так вот идет прямо такое, что неправильно. Я начинаю следовать, как оно у меня неправильно вообще. Почему оно воспринимается, что неправильно. Ну, первое, что... То, что мы как раз и проводим ретриты, что взрослая психика самодостаточная, реализованная, самостоятельная. И ответственность сам человек несет за себя. Вот. А вот эта тема с локдаунами, она как будто бы ответственность несет государство. Вот. И тогда первое было такое, что это ложное. Почему неправильно? Потому что ответственность государство не может нести. Помните, когда я спрашивал, там, когда вы... Там, если человек заболел, приходит к врачу, на ком ответственность? На ком ответственность? На мне. Не на враче, не на системе здравоохранения, не на государстве, не на дипломе, не на дипломе, который государство выдало этому врачу. Все равно ответственность на мне. Вы когда приходите... Ну, кто прыгал с моста, там, на резинке? Да прыгал тут. Вот приходите, там подписываете согласие, что вы несете ответственность за свое здоровье самостоятельно. Если с вами что-то случится, там, вы потеряете сознание, у вас будет разрыв, там, сердце, там, или вы от страха умрете, это ваша ответственность. Вы приходите тут, ну, не хотите, не прыгайте. У вас же никто не заставляет. То есть вы берете ответственность. Соответственно, когда с государством... Государство вообще гарантирует ваше здоровье? Нет, не гарантирует. То есть вы сами несете это. Вот, это первое. Соответственно, вернуть себе ответственность за свое здоровье полностью. Это первое, почему. Потом, следующим этапом было, я вообще узнал, что есть же права человека, оказывается. Я как-то слышал о них. Вообще, я слышал, там, в школе есть права человека. И тут вдруг я прям, блин, есть права человека, оно тоже сюда прямо подходит. Вот. Я эту тему вообще первый раз начал со стороны прав человека вообще разбирать и смотреть. Два. Я такой, потом стоим так с Ирой на кухне, помню, уже приехали с ретрита, я Ирой говорю, слушай, я говорю, чувствую отклик. И, похоже, это наша ответственность. Ответственность. Потому что, во-первых, это отклик. Во-вторых, мы знаем, как это со стороны психики устроено, со стороны прав. Вот, открыться во время локдауна. Я не знаю, как это будет и что мы получим в результате, но это наша ответственность. Сейчас, секунду. Это помните про то, что вы, когда за ответственностью идете, там дальше открывается. Вы, когда за откликами идете, следующая штука, как бы раскрывается дальше, 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 дальше раскрывается. Как можно выйти из кино? Помните, я вам метафору приводил? Как можно выйти из кино? Ответственность. Следовать своему отклику постоянно. Вот, это вас выводит из этого кино. Из той жизни, которую вы знаете. Вот. Надо открываться. То есть, это вообще прыжок в бездну. Просто прыжок в бездну. Вот. Ну, мы тогда осенью, весной не открылись. Ира говорит, давай сделаем ремонт. И тут еще немного посмотрим. Но это было, это тоже была ее ответственность. Это было круто, потому что мы бы тогда, не было бы этих результатов, еще не готово было пространство просто принять это. Да. Ну, и мы начали готовиться. В общем, локдаун закончился. Мы начали готовиться, эту тему муссировать и разговаривать там с другими. У нас появились очень классные юристы. И одна из юристов Рима. Я, по-моему, про Риму говорил уже здесь, да? Говорил уже про Риму. Как нео. Она как в системе, как нео. Вот. Которая нам очень круто много чего открыла. Вот. И на этом пути мы начали исследовать. И многие людей, которые начали подсказки нам давать. То есть, в итоге, как этот квест пройти? Открыться во время локдауна. А, и еще у меня была задача такая, не просто открыться во время локдауна и закрыться. Вот. И штрафы заплатить, и потом в суде разбираться. А я-то знал, что как это, что это, что я, не то, что мне надо доказать это право, а что мы имеем право со своей взрослой психики, с позицией своей мы имеем право. И там тоже один друг, он говорит, Макс, слушай, есть такое вот видение, что система сама по себе, с ней все в порядке. Ты с какого места и как взаимодействуешь с системой в этом? И от этого зависит, как она будет с тобой взаимодействовать. Но это пока было, так знаете, как подсказка такая. Вот. И потом, ну я это запомнил. И потом как-то я когда эту тему там продумывал, 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 еду как-то за рулем, меня останавливают полицейские. Вот. Я тут сразу раз, я только думал об этом, тут полицейские меня останавливают за то, что я там что-то там видео снимал в телефоне. И у нас взаимодействует. Я понимаю, что вот же как раз практика у меня сейчас. Взаимодействовать с системой. Первое, что как взаимодействовать с другим человеком в системе. Во-первых, на равной. То есть на уровне я и я. Мы равны. Вот. А раньше было восприятие такое, что там полицейский или кто-то там, служащий в системе, он как будто бы больше. И вообще, что государство больше. Вот это первое такое тоже ощущение было, что государство больше. Пока Рима все время говорит, да, источником власти является народ. То есть, соответственно, каждый является учредителем этого. То есть он участником этого является. Ну, если смотреть, вот как, 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 это же об этом в Конституции как бы не зря пишется. То есть это о том, что как мы, мы на это согласны, мы бы хотели. То, что сейчас, то, что это сейчас пока является иллюзией, это другой вопрос. То, что источником власти является народ. Вот. Но это как подается как то, что есть. Вот. И мы на это согласны. Так или нет? Соответственно, когда вот я увидел, что государство не больше человека, потому что это я чувствовал, что вот это какое-то такое давление ложное, что государство больше человека, оказывается, что человек больше государства, источником власти является народ, люди. Человек больше государства. То есть сразу восприятие вашим уже меняется восприятие. День Конституции сегодня. Сейчас окажется, что для того, что Конституция нам право, то есть Конституция не нужна, чтобы право иметь. Вот так что право у нас есть не из-за того, что Конституция есть, а оно есть просто потому, что мы на своем месте рождены. И это право не государством дано, но как самой жизни, Богом дано это право. Понимаете? Ладно, дальше. Короче, что человек больше государства. И когда полицейский этот меня останавливает, я такой так. Я вообще никогда не взаимодействовал с полицейским на равных. Кроме того, что он же служащий теперь, получается, в этой системе. Он служащий в этой системе источника власти, в котором есть народ. То есть мы и я как учредитель. Вот я начинаю с ним взаимодействовать. Это, конечно, первый контакт был очень такой смешной. Ну, во-первых, я там с ним как-то пытался так говорить, во-первых, на равных, во-вторых, про свою ответственность там что-то рассказывать. Но как только я вышел с ним на равных, я увидел сразу в его глазах осознанность. Вот это вот что меня удивило. Во-первых, когда вы взаимодействуете, необходимо быть в моменте. Если вы не в моменте, то вы в роли какой-то находитесь. И эта роль – это просто автомат. Или в эмоциях, или в реакциях какой-то. Помните, я говорил, если попадаете в какую-то реакцию, все, идете делать йогу сразу. Потому что все, там уже нет свободы и возможности действовать по обстоятельствам у вас нет. Вот эту реакцию вам постоянно надо выгружать, чтобы вы могли быть в моменте. Как только я так более-менее с ним на равных вышел, ну, во взаимодействии, с я в я, я сразу осознанность увидел. А она-то была. Понимаете, я просто с его осознанностью начал взаимодействовать. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли, о чем я говорю. Понятно? Я с его осознанностью начал. Не с его ложным я, или с ролью его сложной. Вот, а с его осознанностью. Ну, там, в общем, шел какой-то процесс, в результате, ну, там говорил, что вас, типа, надо оштрафовать. Я говорю, тогда еще не сориентился, а в следующий раз у меня уже, я уже, уже опыт у меня сформировался. Вот, я говорю, ну, как вы будете доказывать? Он говорит, ну, типа, мне не надо доказывать. Я говорю, ну, ваше слово против моего, твое слово, ваше слово против моего, то есть, как на равное. Говорит, так хорошо, что будем делать? Я говорю, сейчас. Я говорю, я опять в меньшее. Я говорю, отпускайте меня. А он уже из осознанности прямо меня обратно на место. Он говорит, да в церкви отпускают. Он мне эту фразу дает. Я такой, ага, понял, я опять ниже стал. Я говорю, ага, понял. Ну, хорошо, тогда я поехал. Я ему говорю. И следующая фраза меня просто, я такой, Юра, ты слышал это? Она рядом сидела. Он говорит, я говорю, хорошо, я поехал. Она говорит, дает мне права так, говорит, это вы сами решили, не я вам сказал. То есть, это не я вам сказал, вы сами решили, а дает мне права. Ни предупреждения, ни какого-то там штрафа. Просто вот так вот дословно. Вы сами решили. Это не я вам сказал, вы сами решили. Вот я такой, так. Вот это вот тема про то, что система сама по себе идеальна. То есть, она работает нормально. Где мы, в иллюзии или не в иллюзии, как мы вообще в отношении этой системы находимся. Потом уже тема с небосом пошла. Вот и... А, до этого я встретился, познакомился с охранником на городском нашем киевском мусоросборнике. Ну, в общем, мусорнике городском. Вот я... Просто мы там недалеко живем, и мне мусор туда было проще всего привозить все время. Я привозил в течение нескольких лет. И тут через два года вдруг стоит этот охранник, как-то смотрит на меня. Вот я на него смотрю. И отклик такой. Пойду познакомлюсь с ним. Охранник на мусорнике. Подхожу. Привет, привет. Как дела там? В общем, немножко рассказали друг другу про жизнь. Вот я про себя, а он про себя. Я говорю, а что ты тут вообще храняешь на мусорнике? Он говорит, ну, храняю, чтобы не привозили мусор, который... Ну, тут это место не предназначено для этого мусора. Дерево, резину, всякую химию. Говорит, а что, бывает? Говорит, да бывает. Говорит, приезжает как-то этот прокурор какой-то, ну, такой местный, с прокурорской корочкой своей и прицепом мусора. Мы его не пускаем. Говорит, я его не пускаю. Ну, то есть это не предбросовало. А он этой корочкой машет прокурорской. Говорит, да нет, нельзя сюда этот мусор. Говорит, ну, вези в другое место там или обратно себе на огород, или откуда ты там его привез. Он, этот прокурор, по-наглому проезжает мимо него. А там другой охранник уже с охранной фирмы, который вот тоже там что-то с ним поспорили, проехал мимо него. Поехал сам этот прокурор, поехал уже там, где свалка. Вот, начинает сбрасывать мешки мусора с прицепа своего. Тот охранник, недолго думая, подходит туда-обратно и забрасывает эти мешки обратно ему в прицеп. Вот этого прокурора это как-то, в общем, зацепило, разозлило. Он взял этот мешок, бросил у этого охранника. Вот охранник, недолго думая, взял мешок, бросил у прокурора. Вот прокурор обиделся, пошел в полицию вызвал. Полиция, ну, приехала там, посмотрела камеры, ну, увидела, в общем, все, что там происходило. Вот поняли, что, ну, прокурорцы, что делал прокурор. Вот приходит полиция, приходит к этому охраннику. Ну, понятно, что он такой вот человек, там, все с ним понятно. Ну, пусть выбросит мусор. Охранник говорит, да нет. Я такой говорю этому, охранник зарабатывает там, ну, тогда он то ли 4 тысячи гривен, почти целый месяц там находится. Ну, он все, опрятный и такой, в здравом уме, не пьет. Вот, или там, там, немного пьет. Ну, в общем, вообще адекватно очень. Зарабатывает немного охранник на мусоросвалке. Говорит, да нет, мы же полиции не подчиняемся. Я говорю, вы, а, я его спрашиваю, полиция не подчиняется? Он говорит, да нет, конечно, это другая контора. Охранник, который за 4 тысячи работает на охранником на мусоросвалке, свое место и функцию осознает. Говорит, да нет, конечно. Говорит, полиция другая контора. Они тут ездят, говорит, иногда рядом. Но вообще к нам отношений никакого не имеют. Нет, конечно, мы им не дали выбросить здесь мусор вообще. В общем, они свою функцию на своем месте выполнили. Вот. То есть вот этот охранник меня научил. Вот этому я прямо увидел. Он говорит, это другая контора, у них другая функция. Они к нам отношения не имеют. Ездят тут своими какими-то делами занимаются. Вот. И потом, когда уже начался локдаун. Вот. Мы его как ожидали, что он будет осенью опять. А я все время не давал себе шанса как-то ускользнуть от этого. Я говорю, мы же уже не закроемся. Я там везде в соцсетях писал, мы же уже не закроемся на локдаун. Причем начался локдаун. Мы там с юристами по... Юристы нам подсказали, в общем, такую сделали вывеску на входе. Что в нашем ресторане мы никого не дискриминируем ни по маскам, ни по сертификатам. И все, кто сами отвечают за свою жизнь и здоровье, добро пожаловать в место свободных людей. Ну так. Еще до того, как локдаун начался. В общем, эта тема где-то в инстаграме кто-то сфотографировал, выслал накануне красной зоны. И она разлетелась, в общем, по интернету. Приходит, через пару дней приходят 8 человек. Полиция, это Держпожеслужба, это санстанция бывшая. ТСН тут же там. И Национальная гвардия, это муниципальная варта, муниципальные, в общем, государства. То есть это городская гвардия. Вот нас не было тогда. Мы в Турции отдыхали, путешествовали. В общем, пришлось быстро вернуться и начали взаимодействовать с ними. И уже некоторые навыки у нас были, понимания были. Во-первых, что человек больше государства. Во-вторых, что у каждого свое место, у каждого своя задача. И когда-то мы там в один момент, все-таки, когда приехали, полиция, там, говорит, полиция пришли и санстанция. Полицию мы за один день, в общем, они перестали к нам ходить. Каким образом? Я говорю, у вас какая функция вообще, задача полиции? Я говорю, поддержание правопорядка? Ну, прямо к их функции обращаюсь. Там же люди тоже живые, которые в осознанности тоже. Я говорю, поддержание правопорядка? Ну, там полицейские, такой возраст старший. Он говорит, ну да. Я говорю, так и чем мы права нарушили? То есть, поддержание правопорядка, я говорю, чем мы права нарушили? Смотрю, он такой раз и подвис. Он говорит, ну, если вы камеру отключите, я на камеру снимал, я тогда с вами поговорю. Ну, в общем, я камеру отключил, мы с ним поговорили, все, полицейские перестали ходить. Ну, то есть, все, увидели, что мы ничьи права не нарушаем. Мы прямо поговорили, мы ничьи права не нарушаем. Он там пытался как-то, что вроде кого-то там, кто заболел или кого-то еще. А я говорю, у нас те, кто сами отвечают за свою жизнь, сами ответственны. Вот, поэтому мы никого сюда не зовем, кто боится или безответственный. Так, и единственное, что с Держпожис службой, они пришли с таким, ну, с таким, как бы, что мы пришли вам помочь. Вот, чтобы у вас тут все было хорошо, чтобы ваши гости, в общем, не отравились. Вот, и это нас немного там зацепило, мы с Ирой, и Ира говорит, ну, помочь, хорошо, давайте тогда, помогайте нам. Вот, то они там начали нам давать некоторые рекомендации, а потом говорит, а завтра мы придем, возьмем у вас образцы для анализа. Вот, и Ира такая, говорит, что-то у меня такое, какое-то чувство не очень хорошее, что-то это, 10 лет нам не ходили, тут вдруг мы табличку в красную зону входим без сертификатов и масок, и вдруг нам пришли помочь. Вряд ли, вряд ли помочь, нам пришли, если мы сейчас поведемся, и люди с обманом к нам пришли, то вряд ли что-то хорошего из этого выйдет. Вот, и мы такие поняли, что нам надо отказаться, просто отказаться в проверке. Вот, я помню, я рассказывал про Риму, что она говорила, что такое частная собственность. Частная собственность. Вот, и мы там на следующий день, или там через день подготовились, как отказать. Вот, и сказали, ну, мы отказываемся от вашей проверки, если вы хотите прийти к нам, то только через суд. Все. Ваши рекомендации, те, которые вы посоветовали со своего места и своей функции, мы все сделаем. Ира сделала, буквально сделала за пару дней. Они действительно были полезны, вот, и мы их сделали. Вот, и вот когда мы отказывались, и там был такой момент, как отказаться. Был такой порыв, как бы, доказывать, почему мы можем отказаться. А со взрослой позиции было понятно, что мы просто имеем право, и нам не надо ничего доказывать. Что если кто-то считает, что мы не имеем права, пусть он доказывает, что у нас нету права. А право у нас есть. Сейчас вот этот я хотел вам момент передать и показать. Что из подросткового восприятия есть такая тенденция, как доказывать сначала, получить разрешение. Вот, но когда вы на своем месте взрослой психики, то право у вас есть. Рима тоже, это классно говорит, что здоровье, свободу не государство дало, а это дано по праву рождения. Поэтому доказывать, это значит войти на территорию лжи. Понятно? То есть, когда мы, если... То есть, внутри себя, обманывать себя, что я не свободен и не имею права, и доказывать это кому-то другому. Вот, и мы... Да, я сделаю, Алену, светло-темные мотивы. И мы просто отказали. Все, отправили, отправили, сказали, идите в суд. Все, и дальше они пошли в суд, но немного еще попытались к нам приходить, и мы все, отказывались и не шли с ними на сотрудничество. Вообще сказали, мы вам не доверяем, ребята. Идите в суд, там разбирайтесь. Все, и потом, когда уже перестали они к нам ходить, мы продолжили во время красной зоны, то, что я говорю, задача наша была, работать во время красной зоны, без масок, без сертификатов, открыто, открыто. И когда к нам там приходила тоже какая-то СМИ, вот говорят, что у вас поменялось на красной зоне? У нас ничего не поменялось, только работа у юристов чуть-чуть добавилась. То есть, это функция взаимодействия, просто она перешла в судебные там процессы, в ресторане ничего не поменялось. Полицейские даже потом кто-то вызывал там из других там людей, которые хотели как-то на это повлиять. Полицейские приезжали, стояли возле ресторана, постояли там как-то один раз в час и уехали. В другой раз зашли такие, говорят, а что у вас тут без масок и так далее. А у нас уже администратор так немного освоился, он говорит, а вы имеете право спрашивать то, что спрашиваете? Он такой, ладно, резонанса не будет. Развернулся и ушел. Вот таким образом взаимодействие было. И потом меня останавливает полицейский. И я опять еду на машине. Но я не нарушаю правила как-то специально или как-то вот. Но был такой момент, я ехал в ресторан, тоже спешил. И там у нас, как это называется, там где два... Ну, в одно время едут машины в одну сторону, а в другое время в другую. То есть резервное движение по дороге в ресторан. Вот я вечером еду и забыл как-то вообще, не обратил внимания ни на светофор, ни на время, на которое я еду. И поехал против движения в реверсивного. И такой смотрю, что все едут сверху вниз, а я вот так вперся в этот поток. Я развернулся и понял, что надо уезжать. Вот, в общем, еду, и полицейский-то меня останавливает. Говорит, вы нарушаете. Я говорю, точно, нарушила. Говорю, и вообще не спорю. Я тут езжу почти каждый день. Вот, не знаю, как это у меня получилось. Как-то вылетело у меня из головы и не заметил ни светофор, ни время. Он мне говорит, ну, согласно такого-то там статьи, такого-то там закона, вы должны быть наказаны вот таким-то там штрафом, протоколом и так далее. Я говорю, ну, дальше исследование продолжается. Я говорю, по поводу того, что я нарушил, я вообще не спорю. Вот, но по поводу того, что наказан, я не согласен. Говорю, я запрещаю вам меня наказывать. Я так ему говорю. Говорю, я же не ребенок, что вы меня наказывать собираетесь. Он такой, в смысле? Говорю, как, ну, в прямом смысле. Я говорю, я же не ребенок, что вы меня наказывать собираетесь. Говорит, так. Ну, вообще туда не ходил, в эту сторону. Говорит, что вы мне рассказываете? Я полицейским уже 30 лет работаю, я для того тут и есть, чтобы наказывать. Я говорю, так я вам, Михаил, я с этим не согласен. Говорит, в смысле? Я говорю, у вас какая функция, вообще задача какая? Поддержание безопасности движения? Ну, опять функции его обращаются. Его функции, его на своем месте. Я говорю, у вас какая функция? Поддержание безопасности движения, дорожного движения? Он говорит, да. Я говорю, у вас тут три машины стоит, вот на этом светофоре, где реверсивное движение. Вы вообще чего меня пропустили? Если у вас функция безопасности движения, вообще чего пропустили, что я туда проехал, а не остановили, не предупредили? А у него была такая возможность. Говорит, так я для того, чтобы вы идти поштрафовать? Я говорю, так я с этим и не согласен. Говорит, так все. Я не сомил нарушение, поняли, да? Говорит, все, давайте ваши права, я буду выписывать протокол. Ну, в общем, записывает мои данные, там и справ. Записал данные, в процессе еще у нас разговор такой шел, а потом он говорит, судьба на вашей стороне, интернет перестал работать. Но он говорит, вообще мне понравился наш с вами диалог, это был диалог, это не то, что мы там спорили, вы говорите, я говорю, вы говорите, я говорю. То есть мы с ним, действительно, там было на равных. Вот этот момент взаимодействия в системе, чтобы выйти из этого ложного. Вот одно из первых, это то, что с тем, с кем вы разговариваете, вам необходимо научиться на равных с ним взаимодействия. То есть из я в я, не с его личностью и своей личностью, а из я в я. Вы тогда вот как бы к его осознанности обращаетесь, вот в который он может увидеть свою функцию, понимаете, потому что я потом на эту функцию. Вот это для меня, ну это вообще магия была, конечно, потому что, ну я поехал дальше. Вот, и это было просто как будто бы слово там, я запрещаю меня наказывать, но интернет перестал работать. Понимаете, интернет, то есть по факту, я не говорю, что так все время будет или так, что это закономерность такая. Я вам просто, ну, рассказываю факт, как вот, вот мое исследование, как оно проходило и что было в нем. Так, ну вот, примерно вот это хотел вам сказать, и что со своего места, чтобы осознавать системы, функции своей, свою в этой системе и функции всех элементов остальных системы. Вот, и свою функцию в системе, вы тоже смотрите, что она тут из старого восприятия, она может быть ложная. Когда там есть восприятие, что государство больше человека. Вот, понятно? Вот из этого восприятия вы тогда, естественно, ему, ну, естественно, так себя воспринимаете в детской или подростковой позиции, где вам надо разрешение. Вот, конечно, во многих вопросах сейчас это еще квест. То есть там в Небосе и там с налоговыми, с государственными системами, с государственными службами, там мы начали разбираться, оно более-менее начало проясняться в прошлом году. Вот, как тут сейчас с войной, с военкоматами, со всем остальным. В принципе, оно тоже так же работает, но вот пока еще примеров из опыта я пока не могу привести. Так что пока это и в исследовании находимся. Сейчас мы будем ехать в Украину, кстати, сегодня выезжаем. Будем, наверное, проходить верницу завтра-послезавтра, посмотрим. Посмотрим, как там это будет работать и что будет получаться. Ну, но в любом случае, что я хотел бы вам сказать, во-первых, свойства системы, чтобы увидеть вообще, как это все усвоено, устроено, исследуйте, изучайте. Второе, вот эти правила, закономерности, эти правила, вы можете их не делать, понимаете, это не то, что это вас ограничивает. Вы просто можете посмотреть, для вас это полезно или не полезно, почувствовать интуитивно внутри. Это то, что вас выстраивает, ваша интеллектуальная система, делает ее более ясной на свое место, ваше восприятие. Вот и тогда вы просто это как навык берете, не как ограничение, а как навык, который помогает вам в матрице обнаружить свое местоположение в системах, понятно, в котором ваш путь просто прямо простраивается. Так, а как насчет целей системы? Конечно, маски и локдауны, это тоже часть цели, конечно, часть цели. Вот когда к нам проверки, сейчас нормально меня слышно? Помните, да? У меня наушники разрядились. Когда к нам приходили проверки, я такой думаю, что за проверки, что это вообще за название такое проверки? А потом я такой, приходит мне осознание, что это проверки системы. Мы в общем в состоянии реализовать свои права или нет? Понимаете? То есть мы так можем воспринимать, что это с разных сторон можем воспринимать, по-разному можем воспринимать. Откуда? Если мы пока в детском восприятии и подростковом, то нам необходимы эти ограничения, потому что мы не можем взять ответственность. Понятно это? Пока мы в детском подростковом состоянии, мы в неосознанности находим, безответственности, и мы не можем ее взять. Поэтому система, ну как она там, как интернат или как любящий родитель, кому как, понимаете, берет эту для кого-то тюрьма, для кого-то еще что-то. Ну, эти ограничения вводят, пока сознание не выросло. Но когда вы способны взять ответственность, то есть уже ответственность, не способны, а уже ответственность, то это проверка, это проверка, ну вообще как? Можете теперь реализовать вообще свою волю? Вот или нет? И, ну, вот это я вижу такое, действительно, как квест, потому что это вот вы делаете действия, получаете результат, идете дальше, еще делаете действия. То есть, вот делается полиция, понимаете? А, и что еще Римма говорила? Я когда первый раз, первый такой опыт, тоже один из первых был, это когда я возвращался из-за границы, а тогда было правило, надо или сертификат, вот, или вакцинация, или ставить себе слежку местоположения. Помните? Была такая тема, вот, но тогда я конституцию использовал, я приехал, приезжал и говорю, что нету ни вакцинации, ни сертификата, и слежку я устанавливать эту тоже не буду. Ну, я там первый раз тоже так сначала, так оно так, пока я не на равных, пока еще опыт, проход внутри не прошел, вот, то это как-то замедленно было. Я говорю, так а что, я приехал домой, у вас нету возможности меня вообще не пустить, просто вариантов нету. Ну, и в конституции это прописано, в конституции это прописано, и что первый раз, что было удивительно, вообще, как это, тоже магия. Вот, сначала там, говорит, ну, все, будете сидеть здесь, и, типа, не сможете войти. Я говорю, да нет, я не буду здесь сидеть, я приехал домой. Вот, девушка одна там, говорит, я пойду к начальнику смены пограничника. Пошла к начальнику смены, говорит, пошли за мной. Ну, я иду, думаю, сейчас там, может, полиция, еще что-то какие-то. Она берет меня, там стоит очередь людей, которые там поставили себе сертификаты, которые поставили себе вот эту слежку, ДИЮ. Она берет меня, проводит впереди всей очереди, без очереди. Думаю, наверное, сейчас проведут, а там будет полиция. Проводит меня впереди всей очереди. Я иду без очереди. Меня пропускают, и я выхожу без очереди. Ну, да, там такая тоже тема была, что, когда ты себя осознаешь взрослым, тебя без очереди вообще проводят. Ну, что у тебя приоритетный проход. Вот, и буквально, вот, как это проявилось. И это было не единожды. Не единожды, когда нас пропускали, проводили без очереди. Вот, и Римма говорит, Макс, ну, когда я прошел, я там пост написал, Макс говорит, слушай, а ты, говорит, силу почувствовал, сила к тебе пришла? Она такая мне говорит, я думаю, я, говорю, не смотрел никогда с этой стороны на это уже. Сейчас я почувствую, подожди. Я такой раз, говорю, да, Римма, пришла, пришла сила. Вот, и что это за сила? То есть у вас появляется опыт, у вас появляются уже нейронные связи, буквально проходы. В следующий раз я, когда приезжал через границу, это уже было намного легче. Потом еще легче, потом еще легче. Когда мы последний раз ехали на машине, границу проходили. Ну, еще было, были карантины эти все, все ограничения. Мы ехали с Румынии, по-моему, на пароме, на машине. Большая у нас компания, там полная машина была. Тоже, говорит, у вас есть сертификат? Нет. Идите, ставьте идею себе. Я говорю, нет. Говорит, в смысле нет? Ну, говорю, так, нет. Мы приехали домой, ну, по Конституции. Говорит, хорошо, мы сейчас там заполним. Вы проедете туда, и там полицию подождете, они там на вас протокол или что-то составят. Я говорю, нет. Говорит, в смысле нет? А, там было такое. Говорит, а чего вы вообще отказываетесь? Я говорю, ну, по Конституции. И вообще, ну, то есть я так чувствую, так считаю. И нету закона. Закона же не было, кстати. И нету закона по поводу того, что это вообще, что карантин не есть. Говорит, так есть кабинет у министров постановление. Говорит, ну, хотите, выполняйте его. Я, ну, не подчиняюсь кабинету министров. Вот я вам говорю, что я действую согласно Конституции. И этот потом звонит полицейскому, говорит, слушайте. А, он когда говорит еще, что вы должны остаться, я говорю, на ком основании вы нас собираетесь задерживать здесь. Он звонит полицейскому, говорит, тут какие-то кипишные приехали. Говорят, что ничего ставить не будут. И, в общем, говорит, так какие же постановления кабинета министра. И этот мне дает прям подсказку. Он говорит, а, согласно чего они так решили? Он говорит, согласно Конституции. Говорит, тот, говорит, тот на другом стороне провода. Говорит, такие же постановления кабинета министров. Говорит, они им не руководствуются. Они руководствуются Конституцией. Они им не руководствуются. Говорит, можно они проедут, а то они, говорит, такие кипишные, чтобы вы сюда зря не ехали просто с ними. Все, и мы проехали. То есть первый раз перед этим мы стояли, ждали полицейские. Мы с ними позаимались. И потом следующий проход, это сила. Я понял, что мы можем не ждать полицейских. Вот, и мы приехали в следующий раз. И я говорю, ну, на ком основании вы собираетесь нас задерживать? Все, и мы проехали дальше уже без полицейских и вообще время. То есть я к тому, что постепенно, постепенно, вроде бы эти ограничения есть. Вот, и когда я об этом пишу, многие говорят, а нет, ну, типа, начинаем дискомфорт и боли. Принятие как есть. Дискомфорт, боли. Все равно с этого начинаем. Понимаете? Потому что там, там первое, где вы разворачиваетесь, уходите. Страхи, там вы первое, где разворачиваетесь, уходите. Эмоциональные реакции, подавленные. Там, там блокировки первые стоят. Вот эти невидимые представления и убеждения, которые так нельзя, так правильно, так неправильно. Так же все так делают. Вот. Вот это, вы на себя ориентируетесь. Вас вывести из кино, из иллюзии может только ответственность. Вот эта ответственность, которая год назад, когда, я говорю, Ира, по-моему, нам надо открыться в локдаун. Для нас это было в тот момент равноценно закрытию бизнеса штрафом. И там еще, по-моему, криминальное каком-то преследование. Понимаете? Как выйти из кино? Ответственность. Вот раз, 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 раз. И вот мы постепенно, вот так вот шажочко на ножочко, за прошлый год разные имели ситуации, когда мы смогли вот эти знания, которые сейчас вам в течение предыдущих эфиров рассказали, мы смогли их применить на практике в системе. Понятно? Вот это вот я, вот это хотел бы внести, что это прикладные, это практические знания, которые вы можете применить для того, чтобы реализовать буквально свое предназначение, свое призвание взрослые. Не могу реализоваться, потому что государство мне запрещает. Не перекладывать ответственность на систему. ПЦР-тесты мы не сдавали. Ну, единственное, что нам приходилось, мы когда выезжали в другую страну, и там, где были ПЦР-тесты, мы пока пользовались ПЦР-тестами поддельными. Ну, тут пока вот так подростково не получалось. Но мы отдавали себе в этом отчет, но видели все равно, что идти сдавать тест нет смысла. То есть это проще нам сделать просто бумажку, потому что она на самом деле бумажка. Так, зашло вам сегодняшняя тема? Это процесс, то есть процесс, опять-таки, который на практике надо исследовать. Я вам пока ключики, опыт передал, но вы шажочек за шажочком эфиры у вас открыты. Вы можете их пересматривать или подключаться к следующему ретриту, когда он будет. Теперь задание. Я говорил вам в фильм «Посмотреть мед в голове», чтобы увидеть, как с родителями, с родителями, чтобы даже если родители сами не берут ответственность, все равно вы не берете за них ответственность. Понимаете, все равно не берете за них ответственность. Вы их ответственность им оставляете. Вы можете там по отклику что-то помогать, конечно, там заботиться, но вы не берете за них ответственность. И вы их ее не несете, это будет ложная ответственность. Сброшу вам сейчас ссылку на запись медитации, вы ее посмотрите. И желательно сейчас после эфира сразу посмотрите, пока у вас еще эта тема свежа, и вы не отвлекаетесь. Ну, то есть это будет более эффективно. Да, спасибо за вашу обратную связь по поводу того, что эфир уникальный. Это переворот, еще один переворот. Прошлый переворот был, там где про ручку, про фломастер был, что все исходит от меня. А теперь вы вообще видите, что вы в этой системе. Вот и, ну, это буквально, как теперь вы можете видеть, как квест. Вот как, вот ваше состояние, ваши программы, которые вы выгружаете, какие-то новые навыки нарабатываете. Вот, и вы проходите к возможности реализации. И в этой системе, ну, в адресе, потому что это я пришло сюда, так или иначе, в это тело, где система существует. Но я, если вы туда посмотрите, в этом систему, скорее всего, сейчас, ну, вы не увидите. Возможно, там в большем это тоже как система, но я, вот, истинная, вы тут видите, что оно является как раз иррациональным, иррациональное такое, или, как сказать, вот здесь соединяется иррациональное с рациональным в одно. У кого-то есть убеждение, что надо все время действовать рационально? Есть? Давайте тут, чтобы это ушло. Я как-то смотрел лекцию одного математика, лекция называлась «Физика чисел». Я, не знаю, уместно, не уместно, могу сбросить вам в чат. «Физика чисел». И он рассказывал про числа, что они вроде бы как, ну, виртуальное что-то вообще непонятное, но они отражают, могут отражать и описывать действительность. Вот он рассказывал про иррациональные числа, там, Фибоначчи, Пи и так далее, какое-то там еще число. Вот он привел такой пример, что есть две самые крупные планеты в Солнечной системе, Юпитер и Сатурн, вот у которых период обращения вокруг Солнца, я сейчас точно не помню, но, в общем, я сейчас наугад скажу, чтобы просто саму суть передать. Там у одного шесть, а второго, нет, у одного пять, а второго двенадцать лет период обращения вокруг Солнца. Вот она говорит, если бы этот период обращения вокруг Солнца был ровно пять лет или ровно двенадцать лет, то есть пять ровно и ровно двенадцать, каждые шестьдесят лет Солнечная система входила в резонанс, потому что эти две большие планеты, даже чаще, они бы так тоже в резонанс водили, то есть каждые тридцать лет, скорее всего, входили в резонанс раскачивали солнечную систему понятно если бы если бы период вращения вокруг солнца был целым то есть сейчас как рациональным числом 1 так как все вот эти вращать вот эти все окружности они иррациональные числом если рациональная составляющая поэтому период обращения этих этих планет вокруг солнца и рационально не является рациональным числом и рациональным и поэтому они не могут войти в резонанс никогда вот в 60 каждый они уходят резонанс все время смещения все время смещения вот и он говорит иррациональная составляющая это одна из причин почему баланса систем от этой гармонии постоянного нахождения в гармонии в балансе понятно то есть иррациональная составляющая является одной из причин почему системы находятся в балансе не рациональная составляющая только иррациональная по этому примеру она чуть ли не основной является, почему система не входит в резонанс. Но понятно, что и то, и то является и не я, то есть составляющими. Поэтому смотрите, где вы рациональность из своей жизни исключаете и отпускаете представление и убеждение, что все должно быть рационально. Потому что если вы даже сейчас соединить наблюдатель ощущения я, я есть. Вот в этом моменте отклик ваш может быть нерациональным. Понимаете? В вашем восприятии он может быть иррациональным. И это как раз то, что в большем вашем кругу, в большей системе как раз быть стремлению к равновесию системы на большем уровне, вашей внутренней системе. И это возможность и способ выйти из кино рационального. Лена пишет, Макс, еще не добрался, что Солнечная система и планета это обман. Все впереди. Но звезды и Земля это тоже системы. Конечно, это системы. Не могу тут сказать пока точно, друзья. это Ваня, мой сын старший. Папа, ты хочешь сказать, что мы что, в симуляции живем? Я говорю, Ваня, по-моему, мы мимо этого магазина две минуты назад проезжали. Он говорит, да, точно проезжали. Не могу сказать, насколько эта симуляция прям полная симуляция. или вот, но поставить вообще вопрос, в чем иллюзия, в чем иллюзия, потому что в иллюзии мы не реализовываем, мы не можем реализоваться, просто невозможно, понимаете? Поставить себе одно из знаний, вообще увидеть, как иллюзия устроена. Вот, и я думаю, что одной из задач этого квеста, кто-то называет это тюрьма, выйти из тюрьмы, кто-то называет школа, является то, чтобы себя осознать и выйти из иллюзии. Хорошо, друзья. Задание еще. Значит, в фильме он сказал, ставим в эту систему я и аватар на свое место во всех системах и реализовываемся со своего места, начиная с рода, партнерские, там, мужчина-женщина, с детьми, вы с ребенком на своем месте, когда станете, нету там такого, что он вас не слушается или у вас какое-то бессилие по отношению к нему. Я это вселенная по отношению к нему. Вот, да может там не слушаться, может все что угодно, он со своей задачей пришел. Вот, вы со своей задачей здесь находитесь в системах вообще коллективных и в социуме, в обществе на свое место. И это не... Я приводил пример, что человек больше государства, что это не всегда то, что мы знаем из прошлого. Понятно? Вот, вы можете так постепенно найти, что где-то есть иллюзия, вот, и эта иллюзия прямо, что мы коллективно в ней находимся, а большинство всегда неправо. понимаете? Какая фишка. Посмотрите, если кто-то, посмотрите еще раз фильм Обыкновенные зомби. Я его смотрю и постоянно что-то новое нахожу. Раз, опять что-то новое нахожу. Так, и задание. Посмотрите медитацию сейчас и сейчас запущу демонстрацию, как выйти на свое место. задание. Домашнее задание. Значит, выписывайте все свои системы, в которых вы находитесь, я и мама. Это у вас будет, этот пример будет у вас. Я и дочь, сын, я и муж. Ты уходишь? Сейчас, ребята. Сейчас, ребята. Можете, кстати, этот эфир, он все время все равно по-разному дается. Вы можете пересмотреть не обязательно в этом онлайне, посмотреть в прошлом. Там как-то по-другому было, позапрошлом что-то по-другому. И там другая могла быть какая-то подача и по-другому зайти. Значит, смотрите, в разных системах я и муж и так далее. И в других общественных системах в том числе. Роль, которая должна быть в системе, ваша. Это роль, смотрите, тут на что акцент хотел бы сдать. Это не роль, как в кино. Я играю роль. Тут точнее даже было бы воспринять это как выскочила слово. Ладно, вспомню, сейчас скажу. В общем, это не роль, как в кино, а это как задача. Ладно, как задача в этой системе. Пока так возьму. Сейчас я вспомню, скажу вам. Значит, смотрите, как сейчас или как раньше было до знакомства с этим подходом. Выписывайте себе, как было в этом взаимодействии до знакомства с этим подходом. Теперь следующее. как после того, как вы познакомились, как бы вы делали или как будете делать сейчас, когда вы уже ознакомились с этим. Вот как вы будете делать, зная это. А делайте по третьему в действительности. Первое. Пишите, как у вас это происходит, происходило раньше. Второе. как вы думаете, должно быть. Вы знаете, как. Вот и будете, но это знание, оно у вас из прошлого. Соответственно, это просто повтор будет, если вы будете делать это из знания. Понятно? А делайте, делайте по третьему. В моменте, по обстоятельствам. То есть, вы вот эти все знакомые для себя сценарии уже нашли, но вы знаете все равно, вы знаете вот эти три правила, которые они у вас уже установлены. Вы делаете по третьему, но вы делаете уже с учетом этих правил. Понятно? Вот исследуйте, прям исследуйте, делайте, смотрите, как меняется ваше восприятие, как у вас распрояснение прям буквально должно начать проходить. У вас ответы на вопросы должны приходить, ну, это будет признаком того, что вы на своем месте. Ответы на вопросы будут приходить, потому что на своем месте у вас есть ответы все на свой вопрос. Только выскажений на своем месте у вас этого нет. короче забыл это слово я напишу в задании или там в чате вам напишу окей все друзья всем хорошего дня мира душе безусловно любви это не слова вы знаете это состояние ваше четверг кланы 8 вечера в субботу следующий эфир скажу во сколько позже и в 10 утра воскресенье гносис сейчас последние такие интенсивные дни потом уже будем выходить из ретрита скоро вот только записи сможете смотреть вот так что эту недельку интенсивно интенсивно еще сделайте и задание держите перед вниманием делайте проходите все друзья всем пока до скорых встреч